всем привет вы на канале сайта как стресс меня зовут максим в этом видео мы с вами сделаем интересный и необычный сайт этот сайт одноэкранный этот сайт скажем так берет своими анимациями да он простой но при этом анимации в нем интересные и красивые на мой взгляд надеюсь что и на ваш тоже это уже такой долгострой можно сказать да я обещал его достаточно давно подписчикам и в телеграме и на ютубе уже даже делал его на css но поскольку мы не то не так давно начали на канале изучать гринцог я решил переписать это все полностью с нуля на гринцог ну и собственно говоря мы здесь будем использовать гринцог будем использовать просто gs будем использовать и css анимации тоже вот собственно говоря будем делать это все разными методами чтобы просто показать как можно 1 давайте посмотрим как это выглядит у нас есть к счастью видео пример есть макет нам с этим повезло удать посмотрим видео пример как это будет выглядеть примерно собственно вот preloader да затем плавно появляются элементы и вот такой вот эффект видите здесь сдвигается курсор но мы наверное будем сделать не сдвиг курсора а с помощью скролла обычного а вот на мобилке мы сделаем просто свайп то есть мы будем делать и доступ и мобильную версию на доступе будет просто скролл а на мобилке будет свайп мобилки у нас в макете нет но мы ее сделали приблизительно похожую вот этот макет собственно говоря да вот он здесь у нас вот примерно вот так будет выглядеть вот из этого превратиться примерно вот в это отлично вот собственно наш макет здесь наш preloader все вот эти элементы разные да с разными цветами с разными картинками им и мобилка давайте собственно приступим к реализации здесь все в принципе не так сложно да ну html css точно простой gs ну где-то может быть есть какие-то сложности но в основном поскольку мы используем гринсок там все очень понятно и очень легко реализуется и так у меня уже есть папочка собственно в ней пример в ней уже доступен конфиг файл normalize css давайте ли это в принципе создадим папочку css для удобства только не файл а папочку так значит css нам пригодится вложим в нее наш normalize и здесь же создадим так называемый style.css вот так же нам понадобится на будущее сразу папка gs мне пока ничего не будет хотя можем написать скрипт gs вот у нас будет несколько файлов gs чтобы наш код был более-менее понятный и читаемый вот ну и конечно нужен индекс html вот для вашего удобства я уже сразу здесь ну чтобы просто на видео это не делать лично раз уже экспортировал все картинки svg шный логотип и картинки собственно людей а также уже есть все шрифты всего два по сути да на ревозер улайт и oswald regular вот и что здесь у нас в либах у нас три библиотечки это собственно сам гринсок эта библиотека свайп events про нее уже был было видео мне на канале в общем да это просто обработка свайпов определенная через библиотеку вот и безе gs это библиотека которая позволяет перевести написанные в css анимации кубик безе я думаю вы знаете привести в gs нам это пригодится собственно для нашего гринсока вот больше ничего нет никаких библиотек все остальное мы пишем пишем вручную хорошо создаем это все давайте только не так откроем а откроем всю папку в из коде открываем ее в из коде сразу можем принципе запустить наш лайс сервер вот он пустая страница ну и здесь давайте начнем писать итак открываем стандартную структуру поскольку у нас на макете написано арт оф орита давайте так и напишем так что не сохранилось давайте обновим страницу вот теперь все есть хорошо все на месте ланг-эн это у нас правильно ну соответственно у нас английский сайт поэтому ланг-эн здесь правильный давайте сразу подключим наши стили да значит css вставил css и обязательно нужно нормалайс тоже подключить css нормалайс css ну и конечно же текст скрипт в котором будет подключен пока что только скрипт gs да только в папке gs находится вот ну и у нас есть библиотечки да давайте тоже их сразу пожалуй подключим почему бы и нет lips подключим сначала безе потом подключил свайп ивентс и потом подключим непосредственно гринсок отлично все мы сделали базовое подключение теперь можно писать непосредственно сам код делаем небольшие отступы и поехали и начнем мы писать код с мышки на самом деле вот наша наша мышка она будет примерно вот так выглядеть у нас в лёгстке мы напишем сразу в коде в html да мы сделаем как мы по сути привычном курсор на сайте скроем и сделаем гиф который будет так же вести себя как курсор тоже ездить за нами поэтому мы сделаем гиф классом маус ну и чтобы на всякий случай ничего не читалось мы допишем здесь area hidden true чтобы скринивером никак не видел элемент почему потому что внутри у нас еще будет один гиф мы назовем маус view как мы видим макете у нас есть вот такая штука то есть мы когда будем вводить по всему сайту будет вот такая штука а когда мы будем вводить именно на вот эту область будет появляться вот это вот этот текст view ну собственно говоря чтобы он появлялся нам нужно его записать где-то поэтому мы здесь напишем вот так view и просто будем по сути вот этот блок показывать когда наводимся вот сюда то есть здесь все просто нет проблем хорошо далее мы сделаем preloader да наш preloader собственно чем с него вот он у него здесь по сути два основных элемента это вот этот текст это вот этот текст ну может быть еще что-то нам пригодится так preloader в нем будет span который мы назовем пожалуй preloader back да back это у нас собственно вот этот текст ну потому что он находится снизу поэтому собственно back contemporary забрали текст далее будет ну можно сделать параметров здесь в принципе неважно preloader forward ну если back у нас назад то forward нам будет впереди вот и здесь мы напишем next the art of arita так вот он забираем ну и здесь можно либо писать элементом либо для простоты сделать пустой элемент но поскольку это preloader и нам в принципе неважно пустой не пустой ничего с ним плохого не будет мы напишем span с классом preloader background это собственно вот эта белая полосочка наверное нам даже будет лучше чем preloader потому что нам нужно будет его анимировать если вы помните из видео то он анимируется у нас вот видите вот эта белая штучка она появляется и чтобы правильнее сделать нам лучше все-таки сделать это элементом на странице и так preloader background готов по сути код бэлграун у нас уже есть хорошо далее перед тем как писать непосредственно код страницы нам нужно еще одну вещь сделать и эта вещь input type hidden сделаем ему value равную одному и сделаем id равно helper input это у нас специальный вспомогательный для чего этот input нужен в принципе можно обойтись и без него абсолютно да абсолютно можно без него можно сделать просто деф любой либо вообще обойтись без элементов страницы но на мой взгляд так проще так я уже делал в прошлом и решил повторить просто для чего это нужно когда мы будем делать скролл вот здесь да у нас будет переключаться все элементы и нам бы хотелось чтобы у нас был какой-то флаг то есть состояние да то есть изначально когда мы скроллим вэлью импута будет меняться допустим на 0 и пока это значение 0 мы не сможем дальше переключить то есть мы должны будем остановить скролл чтобы не не переключать одним скроллом сразу все а делать это все по очереди когда мы закончили скролл он снова станет 1 и снова сможем скроллить чтобы переключиться на следующий слайд и на следующий вот так что это просто такой помощник нам на в котором будет меняться вэлью с 0 на 1 и мы просто в gs в условиях будем писать что если там один то делаем одно если ноль делаем другое вот примерно вот так ну это все увидите когда мы будем писать gs код пока что просто примите что будет пустой импут пустой импут скрытый в принципе он никак нам не мешает хорошо далее стандартный уже для меня сайт контейнер до в котором я обычно пишу все ну и поехали теперь уже по элементам непосредственно на странице и так у нас есть шапка да в ней у нас логотип три элемента меню и кнопка они у нас не будут никак за неисты но тем не менее вверхской не есть поэтому мы должны их сделать хэдер класс хэдер здесь все стандартно далее контейнер с которым будет класс хэдер контейнер ну тоже стандартно тоже если вы мое марафон раньше смотрели то я очень часто так делаю специально для того чтобы мы какие-то стили написать конкретно этому контейнеру пишу класс хэдер контейнер по бэм внутри лога с классом лога и с классом хэдер блога опять же для тех же целей хотя здесь лога один и больше других не будет но моя привычка уже собственно такая хорошо и далее чтобы сделать здесь и иконку и текст я напишу внутри еще спан назову это logo letter то есть лога буква по сути да а внутри вставлю вот эту свг-шку у меня она уже есть да вот она собственно агита свг можем ее забрать полностью и вставить вот сюда хорошо вставили и в принципе она должна будет работать отлично ну и теперь пишем просто текст который здесь арита 16 давайте его заберем и напишем его за пределы спана вот просто текст ну я бы написал все-таки без больших букв а потом бы в стилях увеличил отлично логотип готов теперь навигация здесь стандартная вещь я к сожалению не подготовил сам для себя еще грамотный тут не тут типа садяюсь грамотный сниппет о котором я сказал в прошлом видео но тем не менее напишем просто вручную на в хэдер на в далее и уэл на лист далее ли на item умножаем на 3 буш нас три элемента да собственно говоря и внутри будет а link здесь везде решеточка и внутри будет текст давайте напишем дизайнерс history и news этот макет он такой знаете просто как шот с какого нет древла или с бихенса просто пример но тем не менее будет полезно выполнить его особенно сделать собственно самому анимацию и это будет интересно и так хорошо мы сделали навигацию осталась кнопка это у нас ботан с классом бургер и давайте добавим сюда еще хэдер бургер на всякий случай ну и добавим еще и лейбл почему бы и нет релайбл равно open меню ничего мы открывать по нему не будем он просто будет в коде но тем не менее почему бы нет пусть будет он нам не мешает ничем хорошо отлично шапка готова она в принципе супер простая с ней проблем нет и не быть не может поэтому мы ее сделали гораздо более сложная структура дальше сейчас мы разберем как ее делать давайте сделаем класс ну вернее тег main с классом main в реппера далее чтобы у нас был какой-то заголовок страницы потому что явно что он имя и имя вот этого дизайнера не не может быть заголовком мы сделаем заголовок с классом вижу алихидом да и напишем что это допустим будет какой-нибудь дизайнерс дизайнерс портфолио наверное да судя потому что здесь несколько дизайнеров портфолио да ну наверно портфолио арита называется либо дизайнерс studio да может быть это студия студия дизайнеров какая-то пусть будет студия неважно в принципе нам не так это суть важно сохраним давайте посмотрим что у нас действительно все есть да действительно все работает все на месте отлично идем дальше так у нас здесь да все на месте хорошо идем дальше и давайте начинать верстку непосредственно самого вот этого блока вот этого и вот этого и вот этого тоже за ним итак что нам нужно для начала сделаем секцию который будет называться main section и сразу зададим ей класс слайд 1 для чего данный класс поскольку у нас у разных секций ну точнее у разных переключений ведь разный фон здесь вот такой потом вот такой такой и так далее все разные цвета нам нужно как-то их менять и поэтому мы будем gs добавлять класс слайд 1 слайд 2 слайд 3 слава 4 и в них просто пропишем css разные цвета фона поэтому слайд один по умолчанию будет вот этот цвет и все вот для этого мы используем данный класс далее контейнер ну стандартная в принципе вещь кстати вот здесь мы контейнер написали да все хорошо стандартная вещь чтобы у нас сегодня выезжало за пределы хорошо и далее мы напишем еще один класс слайд контейнер да слайд контейнер собственно контейнер вот этих всех слайдов вот и еще один одна оберточка будет в раппере называться хотя возможно какой-то мой обертки я потом откажемся это нужно будет смотреть уже далее но пока что мне кажется что стоит это все обернуть окей ну и наконец левая часть это у нас слайд контейнер left это собственно вот эта левая часть где будет у нас там текст какой-то и так далее хорошо что внутри внутри первый блок мы назовем его main section explore почему почему это слово потому что вот здесь написано explore designers и и важный момент почему я назвал именно так почему я не назвал слайд контейнер explore потому что хочется отделить как-то элементы слайда слайдов точнее да от элементов которые не будет в слайдах в чем суть смотрим видео и понимаем что у нас при изменении слово экспорт designers не меняется меняется только вот эта нижняя часть именно поэтому я отделил это все по названию класса то есть по сути это не не относится к слайдам и я никак это не буду взаимодействовать далее будет следующий див слайдс контейнер слайд собственно говоря это непосредственно сам сайт который будет здесь переключаться слева вот так же мы добавим ему сразу класс слайдс слайдс контейнер слайд актив ну то есть активный элемент который в данную секунду будет виден пользователю прошло далее слайдс контейнер текст например будет непосредственно текст этих элементов далеко снова снова h2 ну и в этом хт reflect слайдс контейнер title то есть заголовок какой-то да в котором будет собственно говоря вот это вот этот текст давайте мы ссразу перенос уберем она в принципе не нужны и, пожалуй, добавим сразу здесь неразренный пробел вот в этом месте, чтобы у нас one-ort, one-ort точнее, было всегда на одной строке. Добавим неразренный пробел, чтобы в любом случае one-ort был на одной строке, чтобы one не переносилось вот сюда. Нам это не нужно. Хорошо. Далее у нас идет после этого текста целый блочок. Мы его сделаем, собственно, отдельным divo и назовем это все designers info. Это будет отдельный блок, именно BAM-блок имеется в виду. И в нем что будет? В нем будет designers info image, в котором будет картинка. Да, мы можем, в принципе, картинку это уже подключить. Это у нас получается вот эти картинки, да, AMG1 JPEG. И в альте можем указать, что это фото бай не фото бай, а фото, ну, верно, off, да. кристи ван норд кристи ван норд. Ну, то есть это фото этой девушки, грубо говоря. Хорошо. Див есть, и внутри еще будет, ну, не внутри, точнее, рядом с ним будет див с вот этим описанием. Да, это у нас будет designers info собственно говоря, Deskart, да, описание. И в нем два блока внутри. designers info country это, собственно, Нидерланды, да, Нидерлендс, вроде правильно написал, да. И designers info бай, ну, то есть фото бай, кто-то там, да, вот это у нас кем-то хашегала. Вот так. Ну, и, пожалуй, здесь нам придется воспользоваться бром, да, потому что мы точно не сможем понять, в какой момент нам переносить. Да, и здесь, в принципе, ничего плохого в этом я не вижу, поэтому мы используем бр, чтобы точно перенести фото бай от этого имени. Вот. Мне кажется, так будет логично. Вы можете подумать, что здесь достаточно много дивов, но если действительно посмотреть на код, то мы видим, что, в принципе, вот здесь вот для этого описания нет другого тега. Мы можем использовать тег параграфа, но суть будет та же, ничего не поменяется. Да, title использован правильно, здесь картинка, и здесь снова дивы, потому что ни для страны, ни для описания какого-то нет определенного тега, поэтому везде дивы. То есть здесь не стоит переживать, ничего сложного, ну, ничего плохого в этом нет, поэтому, как бы, я не вижу проблем. Хорошо. Первый слайд готов, давайте возьмем, сделаем сразу следующее. По сути, мы должны скопировать данный слайд и просто его продублировать. Единственный класс active сразу удаляем, поскольку у нас активный может быть только один элемент на странице. Хорошо, забираем имя Томаса Алонсу и вот здесь меняем на Томаса Алонсу, собственно говоря. Вот. Здесь вроде бы нам не нужен для результата пробел, но если понадобится, мы его потом положим сюда. Дальше делаем Spain, страну. Давайте сразу сделаем это все правильно. Spain. И кентаха шагала здесь остается. Хорошо, значит, снова копируем слайд. Снова вставляем его. И идем дальше. Это у нас Стефан Диез. Хорошо, вставляем Стефана Тиеза. Тоже убираем лишние переносы, нам они все не нужны. И у него здесь Germany страна. Germany. Хорошо. Дальше. Следующий слайд. Так, это у нас Teruhiro Yanagihara. Окей, хорошо. Вставляем его имя. Вот, и это у нас Japan. Ну, собственно, понятно. Japan. И последний элемент. Последний слайд. Вот он у нас. Он у нас про Леона Рансмайера. Видимо. Не совсем, по-моему, это фамилия человека из США. Ну, ладно, хорошо. Леона Нейсмайера. Забрали. И это New York, USA. И фото кентаха шагала тоже. Кстати говоря, поскольку везде написано кентаха шагала, BR нам, тем более, здесь ничего не исправит, ничего не сломает. Потому что здесь везде одно и то же. Хорошо. Левую часть мы закрываем. В принципе, она готова. Вот. С ней мы закончили. Теперь давайте делать правую часть. Да, вот здесь вот мы сделаем slides. Container. BG. Почему BG? Потому что мы сделаем вот эти элементы бэкграундами. И будем с ними как-то управляться. Вот здесь будет не совсем простая разметка. Ну, давайте я сейчас объясню, что к чему и зачем, и почему, собственно. Итак, slide. Мы также назовем здесь класс slideBG, да, чтобы это выделить тоже в отдельный блок. И здесь будет slideBG inner. Ну, то есть внутренний элемент слайда. Вот. И сразу к нему же добавим slideBG inner current. Это тоже будет активный элемент, который тоже виден в один момент времени, собственно говоря. Вот. Вроде бы все. Казалось бы, да, мы можем использовать только этот элемент и все. Потому что, ну, что бы фоном задать и все. Но нет, не совсем так. Мы сделаем еще внутри ссылку с пустым href, с классом slideBG link. И добавим dataAttribute dataBG, в котором будет, собственно говоря, путь до изображения. Я решил сделать так. Почему бы и нет? То есть мы просто зададим dataAttribute, а в AGS пропишем фон сюда. Почему здесь нужна ссылка? Ну, и почему, в принципе, нужен внутренний элемент? Ну, вроде мы могли и так сделать. Важный момент в этой анимации. Давайте вернемся к видео. Важный момент в этой самой анимации. Вот если мы сейчас посмотрим, видите, как она заполняется? Она плавненько заполняется из нуля. То есть это не просто выезжающий элемент. Это элемент, у которого ширина заполняется с нуля до 100%. Добиться этого элемента можно одним путем. Ну, точнее, не одним, есть еще. Но актуальным, нормальным путем, одним. Нам нужно сделать так, чтобы родитель, блок родитель этого элемента съехал с трансформом в одну сторону на 100%, а внутренний блок в другую. И таким образом мы получим такой эффект наезжания. Такой вжух, наедет. И поэтому нам нужен внутренний блок. И в данном случае этот блок у нас ссылка. Но опять же, вы все увидите более детально, когда мы будем писать саму анимацию. Итак, у нас их тоже 5, да, как и людей. Поэтому мы просто копируем. Удаляем current классы у всех остальных элементов. Вот так. Но когда-то биджи не нужно удалять. Так. Удалей 2, лишнее. И, собственно, давайте здесь пропишем 2, 3, 4, 5. Так, только я здесь, да, не на то нажимал. 2, 3, 4, 5. Отлично. Все. Посмотрим, что здесь. Мы, конечно, не увидим данных блоков, потому что здесь пустая ссылка. Да, в принципе, нам и не важно. По сути, если делать реальный сайт, здесь будут ссылки на какие-то там другие страницы или еще куда-то. У нас просто ссылки, ну, потому что мы не знаем, что будет на самом деле. Кстати, да, мы не изменили еще изображение. Давайте это немножечко подфиксим и добавим здесь, собственно говоря, других людей. Да, другие фотографии. Итак, это у нас Томас Алонсу. Третий человек, я так понимаю. Или нет? Нет, это второй, извините. Это был еще второй. Вот теперь третий вот здесь. Да. Потом, собственно, выбирать четвертый. И вот тут будет у нас пятый элемент. Вот. Сохранен. И теперь у нас везде разных фотографий. Отлично. Ну и последнее, что нам осталось сверстать. На самом деле верстка-то уже почти закончена. Ну, имеется в виду HTML. Это сверстать вот эту вот правую часть. Да, нам придется ее тоже делать пустыми элементами. Ну, иначе мы просто не сможем ее правильно анимировать. А анимация там такая же, как здесь. То есть, вы уже понимаете, да, что нам нужно внутри два блока сделать тоже. И, по сути, внутри блоков тоже будет просто фон. Только здесь картинка, а здесь просто обычный фон, background, color. Вот. Ну и давайте, собственно говоря, это сделаем. Мы будем это делать, получается, наверное, даже за пределами контейнера, да? Надо подумать, на самом деле. Наверное, хотя нет. Или да. Да, наверное, за пределами контейнера. Но поскольку у нас этот элемент будет абсолютным, будет относительно секции располагаться, наверное, вот здесь мы и сделаем. Нажмем этот блок shapes. И тоже сделаем area hidden true. Хотя и так там внутри ничего нет, но на всякий пожарный, чтобы точно ничего не прочиталось лишнего, мы сделаем так. Далее будет у нас shapes.item, да, то есть внутренний блок. Вот. И будет еще класс у него shapes.item.current, собственно говоря, который будет говорить о том, что именно этот элемент будет видимый. Дамы в секунду. И внутри будет еще один div, shapes.content, например. И у него будет тоже атрибут data.bg. И в нем мы уже пропишем конкретные bg-шки, собственно говоря. Вот, давайте это сделаем. Так. Это мы не тот, смотрим, нам нужен первый, да. Вот он, собственно, первая bg-шка. Ну, мы прямо ее здесь и пропишем. Вот так. Хорошо. Дублируем данные блоки. Сразу удалим current class. И давайте писать сразу готовый, собственно говоря, цвет. Вот так. Продублируем еще три раза. И давайте обдаем цвет на актуальный. Хорошо. Берем. Так. Shapes.content. Получается у нас здесь, это здесь. Значит, вот здесь мы меняем, да. Далее. Так, ага, все правильно. Копируем, вставляем. Вот. Ну и последний цвет у нас будет вот этот. Отлично. Все. По сути, вроде как, разметку мы сделали. Больше ничего у нас и быть не должно здесь. Да. По сути, контент вот он. Все остальное у нас просто пустые блоки. Но в этом страшного ничего нет. Давайте будем продолжать. Итак, мы будем продолжать, конечно, социализации. Да. Писать JS-код без стилей бессмысленно. Давайте будем писать в стиле. Итак, что мы будем делать в стиле? Ну, для начала мы, наверное, сделаем какие-то базовые сбросы, да. Давайте для автора before тоже добавим. Автор before. Ну, что мы напишем? Мы напишем muxizing borderbox. Вот. И здесь же еще будет у нас свойство курсор. Нам. Со значением important. Иначе оно просто не сработает. Но мы пока его скроем, чтобы просто видеть курсор пока что. Пока мы его не реализуем. Отлично. Далее я скопирую готовый font-face. Ну, зачем писать его с нуля, когда он весь готовый. Да. Проверим, что у нас здесь пути. Сделаем правильные пути. Формат только вов. Тоже, опять же, для быстроты. Вы можете сделать сколько угодно форматов. Вот. Но для быстроты я сделаю так. И у нас еще есть шрифт maryweather. Давайте мы его так и назовем. maryweather. Вот. И в нем, собственно, будем подключать наш maryweather light. Давайте можем здесь включить переименование, чтобы данный путь скопировать. Отлично. Ну, и light у нас font-weight 300. Все, шрифты подключены. Отлично. Теперь стили для body. Что мы сделаем здесь? Мы сделаем, наверное, min-wiz 320. Для того, чтобы, если мы будем сжимать сайт меньше 320, у нас ничего не ломалось. Хотя, в принципе, это не обязательно. Никто не будет так делать. Но, тем не менее. Просто, чтобы было. Далее, font-family мы сделаем по умолчанию. Сейчас посмотрим, какой. Да, нам нужно понять, что вот здесь у нас, видимо, maryweather, oswald, oswald, oswald и oswald. Значит, по умолчанию должен быть oswald, потому что его просто больше всего на странице. И не забудем обязательно sun-serif указать, как непосредственно fallback. Далее color. Color у нас, что здесь у нас? Черный, черный, черный. Ну, видимо, по умолчанию мы сделаем черный цвет. Хорошо. И, может быть, какой-то даже... Давайте посмотрим на элементы более внимательно. Так, вижу line-height. 24, 24, 24. Ну, слушайте, везде. У текста в основном 24. Но вот здесь 18 только, да? А здесь 24. Значит, имеет смысл поставить line-height. Line-height 24 пикселя по умолчанию, чтобы он тоже был. Далее сделаем стиль для ссылок. Сделаем, что? Text decoration уберем. Он нам абсолютно здесь не нужен. Он некрасивый. Text decoration on. И color поставим inherit, чтобы мы могли наследоваться от body. То есть, если сейчас у нас ссылки синие, то, по идее, если мы применим inherit, они станут черными и шрифты тоже применились. Отлично. Все здорово. Хорошо. Далее для img мы напишем max width 100%. И для UL мы напишем list style.man. Ну, это, соответственно, чтобы не было лишних отступов, да? Или ничего лишнего. Хорошо. И еще что-то нам понадобится? Ну, для сайт-контейнера, наверное, да? Задать overflow hidden. Чтобы ничего за пределы сайта не вылезало, если вдруг что. Отлично. Далее я скопирую готовый класс visually hidden, да? Чтобы скрыть элементы ненужные. Скрылся заголовок. Хорошо. А теперь мы можем писать непосредственно сам код, да? То есть, все базовые стили мы сделали. Их немало вышло, но, тем не менее, без них никуда. Мы их сделали. Теперь давайте писать непосредственно основной код страницы. Ну, и поскольку мы начали с preloader верстать, давайте с него и начнем. Вот у нас preloader. Мышь мы сделаем попозже, когда будем уже, наверное, ближе к JSON подбираться. Давайте начнем с preloader. Что у него? Итак, preloader. Что же у него? Ну, наверное, нужно сделать его фиксированным. WF0, топ0, чтобы он был всегда на 100% размеров. Экран сайта, да? То есть, он всегда был, собственно говоря, на весь экран. Далее, скорее всего, нам понадобится Z-индекс, причем достаточно большой. Чтобы его никто не смог перебить Z-индекс. Вот. По сути, уже сейчас мы можем проинспектировать и попасть на preloader. Да, потому что он уже выше всех. Далее нам нужен background данного preloader. Давайте перейдем в код и просто возьмем его здесь. Так, что-то он не выделяется. А, вот так выделяется. Хорошо, берем его в background. И вставляем. Хорошо. Ну, не буду менять на маленькие буквы. Ладно, не будем на этом зацикливаться. И далее, чтобы у нас выровнять вот это все по центру, мы используем стандартное средство. Это display flex, конечно же. Display flex, align items мы поставим по центру. И jss content тоже по центру. Ну, и плюс, чтобы вот этот текст у нас будет анонимироваться, и он, видите, за пределы выходит. Чтобы у нас ничего не сломалось, нам нужно добавить сюда еще свойства overflow hidden. Чтобы все, что вылезает за пределы сайта, просто обрезалось. Смотрим. И вот наш preloader уже есть. Видите, он уже как бы рабочий, да? То есть уже что-то есть. Хорошо. Вот он. Отлично. Вроде бы все хорошо, вроде бы никаких проблем. Давайте продолжать. Единственное, есть scroll, но пока что... Ну, он есть, потому что под ним, под этим preloader, дальше есть картинки, да? Когда мы все застилизуем, он пропадет. Далее нам нужно стилизовать, я думаю, preloader back по порядку, да? То есть это слово condemn. Давайте. Preloader back. Значит, давайте сразу зайдем в шрифты. Найдем этот элемент и просто скопируем все нужные нам стили этого элемента. Вот, наверное, вот это все нам понадобится. Нет, наверное, даже вообще все, потому что здесь шрифт другой. Давайте скопируем. Итак, Maryweather мы подключим правильным путем, через кавычки и на всякий случай sun, say. Font style normal, font weight 300, размеры точно такие же. Вот. Хорошо. И что здесь еще нужно будет сделать? Disblend mode нам не нужен. Opacity нам нужен, но не такой. Цвет поставим белый просто. И что нам нужно? Нам нужно, по сути, сейчас как-то заставить, может быть, двигаться этот элемент, да? Давайте так. Нам точно понадобится opacity, да? Поскольку у нас в видео есть плавное появление данного элемента. Вот. Поэтому мы поставим здесь точно opacity 0. И сделаем transition на opacity. из-за на вот какой-нибудь, да? Вот. Затем уберем opacity ненадолго, да? Пусть будет. И сюда припишем анимацию. Animation. Назовем ее preloader. Почему бы и нет? Поставим linear пока что, ну, потому что вроде как на видео это все движется плавно. Ну, и какое-то время. Давайте поставим пока секунд, наверное, 5 или там 10 секунд. Посмотрим, как это будет работать. Ну, и смотрите, да? Изначально, если мы смотреть на видео, опять же, у нас элемент уже где-то находится с каким-то сдвигом, да? То есть он находится не с буквы c начинается, а уже сдвинут. Давайте его сдвинем. И, наверное, лучше всего здесь поможет нам сдвиг процентами. Поэтому transform.translate.x Мы оставим, давайте, процентов 5. Сохраним. Вот. И давайте напишем простую анимацию preloader. В принципе, здесь у нас обычный cameframes. Preloader. И что нам нужно? Нам по факту нужно просто из какой-то точки двигать в другую точку. Ну, то есть здесь все просто. 0%. Изначально у нас было, собственно, 5%. Мы так и сделаем. И на 100% мы напишем, что мы хотим сдвигать куда-то далеко. И надолго, так скажем, да? Translate.x Давайте поставим, наверное, минус 100%. Все равно наш preloader будет висеть не больше, там, 2-3 секунд. И даже если он куда-то дальше уедет, мы этого не увидим. Поэтому смотрим. И вот действительно наш блок уже ездит. Уже ездит неплохо. И уже все хорошо с ним. Отлично. Он ездит. Но, опять же, мы увидим только... Смотрите. Получается, мы увидим только то, что у нас вот до сюда доедет блок. И сразу появится фон. Но, наверное, не очень устраивает, во-первых, скорость. Во-вторых, то, что начинается, он достаточно рано. Пожалуй, мы поставим здесь процентов, может быть, 7. Да, обновим. А здесь поставим не 10, а может быть 20. И смотрите, теперь это действительно похоже на правду. Вот, действительно. И вот за 3 секунды примерно, мы будем делать примерно 2-3 секунды, мы успеем увидеть букву Y, начало, но полностью до конца она не доедет. То есть, по факту, пользователь получит то, что хочет. Он получит примерно такую же анимацию, как ему и нужно. Отлично. Здорово. Давайте теперь стилизовать текст сверху. Пока что анимейшн тоже закроем, чтобы он не маячил у нас перед глазами. Вот. И давайте анимировать... Не анимировать, а создавать далее элементы. У нас будет, собственно, preloader forward. Вот. У preloader forward, как мы знаем, у параграфов есть отступ, и поэтому мы сделаем margin 0, и мы сделаем его position absolute. Почему? Потому что сейчас он flex-ом сдвинут, и он находится вот там в конце где-то. Ну, чтобы этого избежать, мы сделаем здесь position absolute. Left 50%, top 50% и transform, translate, минус 50%, минус 50%. То есть, по факту, просто по центру данный текст выравниваем. Вот он, собственно, у нас и появился. Хорошо. Идем теперь именно в макет, смотрим, что здесь. Забираем, в принципе, все эти стили и вставляем их вот сюда. Marivazer мы можем скопировать отсюда, чтобы не писать заново. Font size, line height у нас уже есть. Хорошо. Цвет черный и так уже по умолчанию задан, поэтому здесь больше ничего и не нужно. Отлично. Ну, и мы также укажем opacity 0, поскольку он тоже появляется плавно, а пока его скроем. Вот. И здесь нам что еще нужно будет сделать? Наверное, transition, да? Transition. Давайте поставим пока opacity 0.3s. И еще добавим сюда transform 0.3s. Ну и добавим is in out. Мне нравится, как выглядит is in out. Почему мы добавили на transform? Потому что, как я уже говорил, помните, да? У нас здесь такая же анимация. Мы, если посмотрим на видео, давайте еще раз. Вот мы видим, что у нас заполняется плавный элемент. И чтобы это сделать, нам нужно сделать у внешнего блока, собственно говоря, в одну сторону, у внутреннего в другую сторону transform. И чтобы transform был плавным, естественно, нужно сделать его плавно. Отлично. Ну и нам остается еще блок preloader background. Здесь тоже будет position absolute. Тоже будет все выровнено по центру. Вот так сделаем его. Вот. Ну и, пожалуй, я задам ему просто прямые размеры. Почему бы и нет? Ширина 330, visit 220. То есть, visit 330, visit 220. Ну и background color у нас будет, собственно говоря, белый. Вот. Все хорошо. Ну и чтобы текст был поверх него, наверное, нам стоит позволить себе сделать здесь zindex минус 1. Вот действительно все на месте. Вот наш элемент. Все хорошо. Он отрабатывает. Отлично. Мы сделали, по сути, первую важную часть. Но еще мы не сделали, собственно говоря, сдвиг. Ну, то есть, этот сдвиг. Понятно, что мы его сейчас не будем делать сразу. Он будет делаться уже через JS больше. Но нам бы еще добавить элемент, который, собственно, будет появляться. Вот. Именно поэтому давайте здесь мы добавим еще один блок. А точнее, не блок, а седоэлемент. Вот здесь нам как раз таки седоэлемент вполне себе поможет. Итак, before. Что мы сделаем? Мы сделаем контент пустой. Position absolute. Left 0, top 0. Width 0. Heist 100%. Тоже background будет белый у нас. Вот. И transition мы сделаем на width. Давайте найдем transition. Ну, и сделаем transition здесь на width. Еще у нас в макете есть определенный, ну, вернее, в картине, в видосе есть определенная анимация. Она не очень easy nowt, похоже. Я подобрал ее заранее, и, пожалуй, просто мы будем ее использовать. Да, причем она будет во всех анимациях использоваться. О, давайте ее добавим. Вместо easy nowt мы напишем кубик без е. Вот такая вот функция. Вы можете подобрать ее любым, собственно говоря, способом. Например, есть разные генераторы, которые подбирают кубик без е. Ну, это просто действительно примерно я на глаз подобрал что-то похожее. Хорошо. Ну, в общем-то, вроде бы все. Здесь готово. Нам остается только саму анимацию сделать. Давайте напишем. Хотя, нет, не буду, наверное, писать. Здесь просто оставим место для анимации. Напишем вот здесь, что у нас будет. Прилодинг анимации. Хорошо. Прилодинг анимация. Ну, и, пожалуй, нам бы в природе написать пока что дисплана. Да, чтобы он нам не мешался. Все. Он есть, он готов, но пока что он нам не нужен. Отлично. Ну что? Тогда, получается, продолжаем. Продолжаем. У нас есть дальше блок с хедером и так далее. Давайте начнем с контейнера, наверное, да. Будет логично сделать его первым. Контейнер. Что у нас тут за контейнер вообще в макете? Так, смотрим. Мы можем высчитать это как здесь вот 1440, да. Здесь 75 и здесь 75. Значит, мы можем, в принципе, делать 1030-40 минус 75. Минус 75 это 1290. Вот. Но нам бы хотелось еще какие-то паддинги по бокам. Скажем, по 15, да. Ну, я привык уже так делать. Поэтому мы сделаем выс 100%. Max выс 1320 пикселей. То есть мы добавили 15 плюс 15. 30 пикселей. Далее margin 0 auto и padding 0.15 пикселей. Вот наш контейнер и, собственно говоря, он сработал, наши элементы по центру. Ну, кроме мауса. Кстати говоря, чтобы маус нам не мешал, давайте мы его сделаем дисплейным тоже пока что временем. Просто, чтобы он нам не мешал в коде, не мильтишилл, так сказать. Хорошо, поехали делать хедер. Я частенько делаю хедер position absolute и здесь не исключение. Вот. Он нам не будет мешаться. Поэтому просто position absolute. Там ширина 100%. Также, когда мы ставим position absolute, часто нужно будет добавлять z-index. Мы ставим какой-нибудь плюс-минус большой z-index. Вот. И что нам еще далее нужно будет? Ну, наверное, min-wist добавим, поскольку это абсолютный элемент. Тоже 320 пикселей. Вот. Все появилось. Здесь и какие-то, наверное, отступы, да. Ну, давайте посмотрим. Здесь у нас отступы 30. Я добавлю и там, и там по 30. То есть padding 30 пикселей 0. И также, если мы опять же заглянем в видос. Сейчас увидим, да, анимацию появления элементов. Мы увидим, что по умолчанию у нас появляется хедер. Вот так вот с opacity, да, и снизу вверх. Это значит, что мы должны по умолчанию задать такое положение. Opacity 0, да, то есть opacity 0 и transform. Да, только transform. Translate Y. Ну, скажем, пиксели 100. Пусть это будет стандартом для нашего проекта. Я это скрою, но нам это обязательно дальше пригодится. Скрою сейчас, потому что мы пока ничего не анимируем, и нам бы хотелось бы видеть хедер, собственно говоря. Отлично. Это мы сделали. Давайте продолжать. Далее у нас будет обращение к хедер-контейнеру, чтобы расположить наши элементы правильно. Мы сделаем здесь display flex и line items center. Они выстроятся, собственно говоря, в строку, я так понимаю, да? Или не очень. Сейчас посмотрим. Так, контейнер, хедер-контейнер, лого. Да, действительно все выстроилось. Да, единственное, что у нас exploit design, как видите, наверху, ну, потому что хедер абсолютный. Это логично. Хорошо. Далее логотип. Лого. Видите, что в лого у нас тоже по центру находится текст вместе с иконкой, поэтому мы, собственно говоря, так и напишем. Display, наверное, inline flex пусть будет. Line items center. Вот. И что еще? Текст реформы при кейс добавим. И давайте какие-то стили здесь возьмем. Стили, стили, стили. Ну, давайте, наверное, стили для текста уже зададим напрямую. Хотя, как видим, у нас здесь 16.24. То есть, по умолчанию черный нам нужно добавить только letter spacing. Значит, мы это и сделаем. Добавляем. И видим, что, в принципе, похоже на правду. Ну, нам только надо добавить logo letter теперь. Хорошо. Logo letter. Logo letter. Что с ним? У него будет тоже inline flex, тоже line items center, gsf content center, да, чтобы нашу свгшку по центру поместить. Далее у нас здесь, как видим, ровный кружок, поэтому background черный. Molder radius. Так, radius только, пожалуйста. 100%. И размеры. Размеры данного лимита. Что у нас тут? 37 на 37. Значит, ввысь 37, face 37. Вот, отлично. Ну, и вроде бы и должно работать. Действительно, похоже на правду. Но нам бы еще отступ, да, сделать. Ну, очевидно, что у нас здесь нет отступа, а нам бы его хотелось сделать 10 пикселей. Значит, здесь где-нибудь давайте добавим margin-ride 10 пикселей. Отлично, смотрим. Да, действительно, теперь все хорошо. Давайте сделаем контенту, то есть main-wrapper, пока что какой-нибудь лишний отступ. Пока что. Потом посмотрим, какой он там по макету, но пока что сделаем, ну, просто скажем, пикселей 300. Просто, чтобы не мешал нашему хедеру. Отлично. Далее nav-list. Нам нужно сделать наш лист правильно, да, выстроить это все флексом и так далее. Давайте это сделаем. Dispel-flex, line-out, center. Все по стандарту. Сбрасываем отступы все. Margin 0, padding 0. Обновляем. И вот наше меню уже похоже на правду. Далее нам нужно сдать отступы между пунктами. Здесь, собственно говоря, все просто. Просто берем, смотрим, какие отступы. 66 пикселей. А здесь у нас 58. Да, к сожалению, неровные отступы. Давайте возьмем что-то среднее. Примерно пиксель, я там, не знаю, 63. То есть nav-item, node-last-child, margin-right, поставим 63. Ну, то есть какое-то среднее значение. Пусть неровное, но нам это и не суть важно. Хорошо. Далее нам нужно как-то вот здесь разместить этот элемент, так, чтобы при адаптиве работал. Наверное, нам стоит сделать что-то с помощью процентов. Да, поэтому для header nav-a. Header nav. Давайте попробуем поставить margin-left 15%. Да, margin-left не очень сильно разрешен. Мы можем поставить от logo margin-right, но мне кажется, что здесь лучше именно margin-left. И это будет неплохим решением, на мой взгляд. Ну, вот, в принципе, оно похоже на правду, плюс-минус. Да, мы здесь, ну, может быть, чуть-чуть побольше, там, не знаю, какие-нибудь 16,5. Ну, то есть здесь чуть-чуть буквально побольше, поэтому сильно мы не будем зациклиться на этом. Хорошо. И далее нам нужно задать стиль ссылки. На самом деле здесь все просто, потому что нам нужен только текст арфемы обрекейс. Да, потому что стили текста все одинаковые. И letter spacing тоже один, такой же, как у слова Arita. И, по идее, если мы все правильно сделали, то, да, наше меню готово. По факту оно уже есть, оно готово. Остается только бургер. С ним только поработать. Итак, header, бургер. Да, я задаю margin-left. Здесь авто. Только для header бургера. То есть, чтобы любой бургер, который будет, ну, здесь, конечно, этого не будет, но просто на будущее задумываю, да, что если будет другая страница с другим бургером, чтобы там этого отступа не было. Вот. Сохраняю. Наш бургер уезжает куда надо. Отлично. Хорошо. Дальше сам бургер. Здесь стандартные вещи. Position Relative напишем. Давайте посмотрим размер данного элемента. Значит, 60 на 9. Хорошо. Значит, выше 60. ХС 9. Далее. Border. None. Padding 0. Курсора. Будет у нас pointer. И background cover мы поставим transparent. То есть, чтобы сделать, просто сбросить все стили кнопки. Теперь ее не видно. Она здесь есть. Вот она. Наводится на нее. Но ее пока что не видно. Мы сделаем через пседоэлементы две палочки. У нас их всего две, поэтому здесь пседоэлементы подойдут просто идеально. Просто супер. Before. И boogler, собственно говоря, after. Они одинаковые, поэтому мы зададим стили почти одинаковые. Итак, контент пустой. Position Absolute. Сделаем Left 0. Width будет 100%. Haze. То есть, высота палочки у нас здесь видно два пикселя. Вот. И background color у нас будет, собственно говоря, черный. Отлично. Ну и теперь нужно правильно их расположить. Поэтому для Before. мы напишем Top 0. А для After мы напишем Bottom. То есть, чтобы просто их прижать к верхней и нижней стороне, собственно говоря. И да, действительно, все работает. Мы закончили нашу шапку. Вот. boogler, он есть, он работает. Ну, понятно, что по клику ничего не будет, но нам это и не важно. Отлично. Мы сделали очень важную вещь. Идем дальше. Идем дальше. Нам теперь нужно работать с другими элементами. Посмотрим, как именно. Итак, пожалуй, мы будем стелевать сразу main section. Хедер можно закрыть, кстати. Вот наш main section. Давайте займемся им. Итак, main section. Haze 100vh поставим. Ну, то есть, чтобы у нас был на весь экран блок. Да. Position Relative. Relative нужен, чтобы на всякий случай, потому что здесь у нас будут абсолютные слайды. Далее поставим main height, какой-нибудь типа 750, чтобы просто блок не уменьшался вот дальше. Нам этого точно не нужно. Ну, что еще? Чтобы все было у нас по центру относительно блока, мы сделаем, пожалуй, здесь display flex. Flex direction мы сделаем column. И поставим здесь свой контент центром. Отлично. Вот, да, у нас теперь все правильно располагается. Здорово. Наверное, нам padding top уже здесь не нужен, пока уберем его. Да, видите, у нас даже ушли элементы за пределы сайта. Это нормально, ничего страшного. И поскольку у нас вот в этом блоке будет меняться наш слайд, наш фон, да, давайте поставим здесь background, о, не background, извините, transition на background color. И поставим здесь, ну, пусть будет пока одна секунда. Хорошо. И давайте сразу пропишем наш фон. Слайд 1, да, слайд 2 и так далее. Так, background color в слайде 1. Какой же он у нас? Давайте посмотрим макет. Вот он, собственно, наш background. Можем пипеточкой. B1, B3, B2. Хорошо. B1, B3, B2. Если мы сейчас обновим страницу, фон уже появился. Отлично. Далее слайд 2. Слайд 2. Что здесь у нас? У нас здесь F1, F1, F1. Хорошо, без проблем. F1, F1, F1. Дальше. Слайд 3, слайд 4, слайд 5. Сразу их пропишем. Вот. Дальше. Следующий блок. Похожий на первый. B5, B7, B4. Как скажете. Следующий блок. B5, B8, C2. C4, 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 C3, C0, насколько я вижу. Так. C4, C3, C0. Отлично. Теперь у нас есть наши слайды. Они будут потом JSON меняться. И будет меняться у них определенный, собственно говоря, цвет. Отлично. Далее что? Далее у нас идет Frapper. Наш блок специальный. Да. Мы ему поставим position. Relative. Из-за индекс 100. Это чтобы на всякий случай тоже, опять же, элемент точно поднялся поверх чего-то. Вот. И важный момент. В раппера, да. Для чего он здесь нужен? Для того, чтобы левую и правую часть раскидать по сторонам. Поэтому мы сделаем Disploflex здесь. И just content space between. Вот. Теперь, по сути, у нас левая часть слева, правая часть уже должна переехать направо. Но мы ее пока не видим, потому что в ней пустота. В ней ничего пока нет. Отлично. Ну что? Теперь давайте приступать к стилизации левой и правой части. Здесь самое интересное. Ну, тут все, в принципе, достаточно просто. Да. Есть некие нюансы, но ничего сложного. Итак. Slide container. Left. Поставим position relative. Именно относительно него будут располагаться все слайды наши. Поставим ширину примерно... Ну, здесь сложно сказать, на самом деле, да, какая она. 587. Ну, видно, что она все-таки меньше, чем половина. Давайте поставим процентов 48. Далее. Чтобы не сжимался элемент flex-shrink 0, нам сжатие не нужно лишнее. И нам нужен какой-то будет отступ вот здесь, да? Примерно давайте как-то его просчитаем, что ли. Как здесь его правильно отметить? Вопрос, конечно, большой. Давайте просто нарисуем какой-нибудь булочок вот здесь. 67. Да, отлично, хорошо. Значит, делаем падник топ 67. Здорово. Окей. Далее, обращение к самому слайду уже. Slides, container, slide. Это будет position absolute. Тоже z-index будет больше, чем 0. 20 поставим. Что здесь еще будет? Здесь мы, пожалуй, сделаем... Ну, очевидно, вы 100%. Да? Left 0 поставим. 0, 2, 0. Что нам еще здесь понадобится? Давайте посмотрим. Именно у слайда, да? Slide, slide, slide. Вот он у нас. В нем у нас элементики. Это, наверное, пока и все. Здесь еще стоит добавить. Собственно говоря, топ. Топ мы будем высчитывать как, собственно, вот этот 67. Плюс здесь еще есть определенный отступ от текста. Плюс от exploit designers. Ну, давайте поставим пиксели 50. То есть, можно написать здесь так. 67 пикселей плюс 50 пикселей. Вот. Ну и поставим еще обязательно для всех. PointRevents.None. Чтобы у нас все элементы не выделялись. Но, чтобы текущий элемент, он же активный, был PointRevents.Auto. То есть, чтобы он мог выделяться. Отлично. Это мы сделали. Теперь посмотрим. Мы видим, что у нас все на месте. И уже теперь наш 100vH, собственно говоря, работает. Работает как надо. Но здесь еще, конечно, довольно далеко не все. Давайте разбираться с этим. Как сделать готовым все остальное. Итак. Что нам нужно еще? Нам нужно дальше обратиться к explore нашему. То есть, он у нас, в принципе, похож на правду уже. Но, конечно, не до конца. Main. Section. Explore. Что здесь? Мы добавим тоже латтерспейсинг один, как везде было. Думаю, везде такой. Text.Transform.Apple.Case. И поскольку он тоже у нас при анимации, по-моему. Все видим. Да, тоже. Видите, вверх. Так же, как хедер анимируется. Значит, мы можем найти то, что мы у хедера задавали. Так. Где мы задавали? А, вот оно. И то же самое добавить ему. Вот. Но, опять же, пока что оно будет на месте. Потом изменим. Вот, exploit designers уже похож на правду. Хорошо. Отлично. Далее нам нужно стилизовать наш текст. Давайте. Slides. Container. Text. Что здесь? Здесь. Давайте посмотрим, что у нас вообще за текст. Slides. Container. Text. Вот он. В нем, собственно говоря, да ничего особого не будет. Просто, наверное, на всякий случай дадим 100% ширины, чтобы было. Position Relative какой-нибудь. И, наверное, FlexShrink тоже, чтобы не сжималось. На всякий случай. Хорошо. Далее сам title. Да? Slides. Container. Title. Так. Смотрим title. Идем в макет. Забираем, в принципе, все эти стили. Сейчас будем с ними разбираться. Цвет белый. Так. LineHead. Да. И на переводе мы можем скопировать, найти, где он у нас использовался. Вот он. И просто скопировать его готовый. Вот. SunSeries. Хорошо. Это мы задали. Это мы тоже задали. И нам нужно, опять же, задать то же самое. Потому что он тоже появляется плавно. Может быть, там на самом деле не 100 пикселей. Но давайте сделаем все в одном. А там уже сможете сами менять, если вам очень нужно будет. Мы сделаем просто одно везде отображение. Сохранимся. И поглядим. Действительно, все выглядит хорошо. И, наверное, нам еще стоит задать. Знаете что? Мы, наверное, сделаем. Так. Сейчас посмотрим. Вот здесь, наверное, поставим опасти 0. Хотя, ладно. Или нет. Давайте поставим опасти 0. Да. А вот здесь опасти 1. Вот. Чтобы видеть только этот текст. Но, опять же, пока не знаем, как это будет работать на самом деле. Пока ставим так. Так же, сразу предусмотрим одну вещь. Что у нас, видите, все тексты белые. Кроме одного вот этого. Нам нужно сделать его черным. И поэтому мы добавим для title нашего. Вот здесь вот внизу. Добавим dark. И напишем, что здесь polar будет 0.00. И просто в JS мы в определенный момент будем задавать dark. И как бы все будет работать адекватно. Отлично. Далее, что здесь. У нас доступ есть небольшой. 73 пикселя. Давайте мы его издадим. Может быть, чуть меньше. Давайте поставим margin 0, во-первых. А потом margin bottom 71. Ну, или 70. В принципе, такое уже. Так. Теперь у нас появился отступ от нашего designers.info. Хорошо. У нас все внизу находится. Потому что у нас абсолют. Если вы посмотрите на врапер. Видите, какой он размер. Потому что абсолют вот здесь. Но когда мы добавим размеры. В правой части все выстроится само. Поэтому пока верстаем как есть. Вот. Ну, и просто примерно верстаем как должно быть. Далее у нас идет designers.info. Здесь у нас что? Ну, чтобы разместить два элемента в строку, используем display flex. Логично. Вот. И опять же у нас будет это допасть и так далее. Вот. Пока что закомментировано. Далее. Картинка у нас на месте. В принципе, ну, может быть, единственное, ей стоит задать какой-то размер. Но, наверное, не стоит. Мы сразу можем цилизовать наш текст. Итак. Текст. Что здесь? Designers.info. У нас... Что там у нас? Descore. Да, есть Descore. Можем сразу добавить сюда country. Да. Country. Страна. И, собственно, можем добавить сюда же сразу buy. 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 Итак. Нам нужен отступ какой-то, да, здесь небольшой, 30 пикселей. Пожалуй, позволим себе снова поставить margin-left. Далее нам нужно будет использовать стили для этого текста. В принципе, здесь, наверное, front-expression нужен только, да. Опять же, наш, да, потому что везде один тоже шрифт. Да. Тоже текстно-форматор кейс. И отступ снизу 10 пикселей. Отлично. Можем. Вот он 10. А вот здесь уже немножко другой шрифт. Давайте возьмем его. Вставим как есть и удалим лишнее. Значит, что нам? Ну, по сути, вот это нам не надо. Вот это все не нужно. А вот это все остальное стоит оставить. Вот. Ну, и если я все правильно сделал, то действительно у нас все появится. Да. Похоже на правду. Очень сильно похоже. Ну, здесь уже, опять же, когда сделаем правую часть, будем с ней работать. Теперь давайте, собственно, займемся правой частью. Для начала, перед правой частью, давайте стилизуем быстро шейпы наши, да, shapes. С ними все просто. У них position absolute, у них write 0, top 0. У них будет haste 100%, и у них будет width, ну, здесь примерно треть экрана, да, что-то такое. Примерно треть. Давайте поставим width 33,5%. Примерно треть. Да, я сейчас перспектирую, мы видим, что у нас, вот, собственно, наши шейпы, вот они появились. Ну, примерно треть, да. Здесь уже, там, супер подстраивать нет смысла. И теперь давайте уже наши слайды. Значит, slide bg. Насколько я помню, у нас класс, да, основной для всех слайдов, да, slide bg, вот он. Собственно, что? Мы должны поставить order whole hidden, во-первых, потому что у нас будут эти элементы, как вы понимаете, уходить с трансформа за пределы блока, и чтобы мы этого не видели, order whole hidden. Позитion relative. Опять же, так, еще раз, position relative. Опять же, чтобы не влиять друг на друга, нужно поставить flex shrink 0. А почему не влиять? Потому что, как мы видим, да, если мы посмотрим вот сюда, видите, у нас заезжает блок на блок. Поэтому нам нужно будет сделать так, чтобы они не конфликтовали, и flex shrink нам поможет, он же просто позволяет блокам расширяться, как им вообще заблагорассудится. Далее ширина, высота 560, зададим ее сначала, да. Вот, и ширина у нас будет, собственно говоря, ну, пусть будет там, не знаю, здесь примерно нужно угадать. Поставим, давайте, процентов 55, может быть, 55,5, может быть, что-то такое. Вот. И давайте зададим background, чтобы просто увидеть данный блок, что он вообще появился. Кстати, видите, текст наш уже на месте. Но есть момент, у нас здесь неровно, да. Если мы посмотрим макет, то увидим, что здесь, как бы, ну, не совсем то. Кстати, 740 проверим, да. Если мы сейчас проверим нашу ширину, здесь, так, было 740, у нас не 740. Давайте попробуем увеличить. 57,5. О, почти, 57,4. Ну, давайте так и оставим, 57,4. Вот. И нужно задать отрицательный отступ так, чтобы блок у нас уехал обратно. Да, чтобы он был, ну, под вот этот блок, собственно, подъехал. Margin left минус, ну, давайте процентов 5, попробуем просто наугад. Похоже на правду, но не совсем. А если мы поставим такую же дробь, как здесь, вдруг это поможет. И долго обновляется. О, ну, смотрите, вроде похоже на правду. И даже если мы начнем сжимать, ну, понятно, что на телефоне ничего. Но если мы начнем сжимать просто desktop-версию, то, да, видите, все работает. То есть ничего не уезжает, и наш отрицательный отступ здесь идеально нам подойдет. Отлично. Здорово. На самом деле, здесь бэграунт мы, конечно, уберем. Он нам ни в коем случае не нужен. Так. Это небольшие мелочи, так сказать. Так. Возвращаемся. Возвращаемся сюда. Отлично. Сохраняем. Он пропадает. Ну, как и должен. И теперь, собственно говоря, давайте, что сделаем. Слайд BG Inner. Внутренний блок. Он будет позишен в абсолют. Top 0. Right 0. Right 0 задаем, потому что, собственно, анимация. Так, извините. Анимация у нас происходит справа в видео. Поэтому Right 0. Выс 100%. Хейс 100%. Object Flow Hidden тоже поставим на всякий пожарный, потому что внутри ссылка, и она тоже будет съезжать. Вот. И нам здесь не нужно ничего с этим блоком делать. Поставим Point Events. На. Вот. И также у нас... Давайте заглянем в видос. Быстренько сейчас. И увидим, что при стартовой анимации у нас как бы блок тоже, ну, появляется с нуля, но, наверное, может быть, кто этому опасите задать по умолчанию. Давайте зададим. Опасите 0. И снова вскроем ее, потом вернем, так сказать. Хорошо. Есть контакт. Давайте возьмем. И здесь еще сделаем класс Current, у которого будет опасти один. Нет, здесь скрывать не надо на самом деле. Почему? Тоже поясним. Смотрите, в чем фишка данного метода. Наша анимация как происходит? Если мы зайдем сейчас в видео, промоднем его и будем плавно замещать. Смотрите. Когда мы открываем изначально сайт, вот, у нас пусто, ничего нет, появляется блок из пустоты. То есть здесь ничего нет. А вот когда мы дальше анимируем, видите, заполняется предыдущий. Это означает, что у нас вот этот блок должен быть уже с опасти 1 по умолчанию. И только тогда будет работать. Поэтому по умолчанию у всех блоков мы делаем опасти 0, то есть невидимыми, и только у активного опасти 1. И он именно будет заполняться при старте страницы. Вот. А потом всем выдадим опасти 1 после анимации стартовой. И уже когда мы будем скроллить, у всех будет опасти 1, они все будут друг на друга накладываться и будет работать, собственно говоря. Ну, четко, правильно и как нам надо. Отлично, отлично. Ну и теперь давайте слизуем линк, да, возьмем slideBG link. Вот. Здесь у нас что? Ну, собственно говоря, тоже position absolute, top 0, right 0, тоже высто процентов, х 100%. Overflow вроде здесь не нужен. И background size нам нужен. Так, background size cover. Background repeat, no repeat. Background position center. Это чтобы наши фоны все появились. Фоны, фоны, да, не важно, собственно. Вот. И единственное, что здесь действительно важно будет в current еще, это zindex. Важно, что у нас же получается каждый следующий блок накладывается на предыдущий. И с помощью класса current, который будет добавляться каждому следующему блоку, мы будем давать zindex здесь. И поставим его, ну скажем, у нас был по умолчанию, поставим его, допустим, zindex 10, да, а здесь поставим 11. То есть просто будем увеличивать на 1. Хорошо. Что нам еще нужно будет? Да, наверное, нам нужно достилизовать наши шейпы и все. Так, или не все. Надо подумать просто насчет самой анимации, как она работает. Значит, у нас появляется блок. Так, появляется блок. Мы это все меняем. Нет, знаете как? На самом деле, немножко придется поменять. Мы сделаем как? Мы добавим следующему элементу за активным, то есть вот здесь, добавим класс index. Вот. Здесь этот index уберем и поставим класс index вот сюда. То есть будем давать zindex только следующему элементу всегда. Вот. Ну, опять же, при анимации будем смотреть на это. И мне кажется, так будет лучше. Итак, возвращаемся к шейпам, на самом деле, да, и с шейп сайта мы... Ну, по сути, делаем то же самое, что делали с фоном, да. Здесь тоже position absolute, left 0, top 0, высоты процентов, хей 100 процентов, over, whole hidden, и тоже опасности 0 поставим для старта. Да, то есть тоже у нас будет все то же самое, по сути. Тоже опасности 0, потом у нас будет у current элемента, да, shapes item, current у нас будет опасности 1, логично, да. И то же самое будет с индексом, да, zindex 11 поставим. zindex. О, отлично. И нужно еще shapes content, я так понимаю, shapes content, и в нем опять же position absolute, top 0, right 0 теперь уже, чтобы справа блоки появлялись, вы 100 процентов, хей 100 процентов, и overflow hidden. Отлично, ну что, вроде бы все, наши элементы сейчас должны появиться, да, но мы еще не писали JS код, поэтому мы не видим фон, но по факту-то они есть, вот они, да, все на месте, все хорошо. Нам остается стилизовать мышку и переходить к JS, на самом деле. Ну, позже после JS мы еще сделаем адаптив, но по факту уже все. Отлично, ну что, давайте это сделаем. Значит, что нам нужно? Нам нужно обратиться к классу mouse, давайте его найдем. Mouse. Вот он. И что будет у mouse? По сути у него будет что? Position fixed, да, чтобы он не влиял никак на сайт. VF 0, top 0 по оболчанию. Размерчики. Давайте вот здесь посмотрим размеры. Ну, мне кажется, что на самом деле 114 многовато для сайта, да? Давайте мы видим что-то маленькое. Ну, действительно, сделаем небольшой. Ну, пикселей 45, там 50, да, 45 давайте поставим. То есть, 114 это много, мне кажется. Поэтому давайте поставим небольшой. Border radius. Плюс поставим так. Border radius, пожалуйста, 100%. Нужно поставить Z-индекс, который перебьет вообще все-все-все, что возможно. Поэтому поставим очень большой. И чтобы этот элемент никак не выделялся, будет ревент с нам. То есть, это просто визуальный элемент, он никак не должен выделяться, никак не должен как-то работать, да? Окей, далее mouse. Нам появится все эти элементы, mouse before. Для before мы сделаем, собственно, вот эту штучку, для автора вот эту. Ну, или наоборот. Сейчас давайте смотреть. Наверное, давайте сделаем для before внутренний кружок, для автора внешний. Итак, контент у нас пустой. Position absolute. Ну, раз мы поставили 45, то давайте, там, пикселей на 10 его сделаем поменьше, да? То есть, давайте life 50%, то 50%, transform, translate. Вот, 50%, 30%, выезд 35, хейст 35. Так, что у него еще, position absolute есть? Так, так, так. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас здесь, вот эти backshadow всякие возьмем. Border radius, 100%, опять же. Вот, ну и видим, все, вроде бы он должен уже быть виден. Действительно он есть, отлично. Далее, значит, mouse, after. Здесь мы сделаем на 10 пикселей больше, да? Значит, контент опять пустой. Снова вот эти стили, в принципе, наверное, вот эти все можем забрать. Полностью. Только здесь поставим уже 55. Да, и снова посмотрим, что у нас там с фоном. Забрали фон. Так, он, похоже, наслоился сверху. А если мы здесь поставим z-index? Вот, отлично. Вот, собственно, наш вот такой вот элементик и будет. Вроде бы все хорошо. Вроде бы все даже неплохо, да. Вполне себе. Вот он похож на правду. Окей. Ну, кажется, что и все. Что еще может быть? А, ну еще mouse view у нас есть, да? Наш, наш mouse view. Mouse view. Ну, собственно говоря, здесь у нас блок. Да, давайте его найдем. Вот он 100 на 100. Ну, у нас, поскольку уже они 100 на 100, мы сделаем тоже там. Хотя, давайте сделаем пиксели 80, может быть, да? Позитившим абсолют. Снова возьмем вот эти стили для центрирования. Там 80, HS80. Бэкграунд у нас будет там черный по макету, да? Стили для текста view давайте тоже возьмем. Так. Вот так вот возьмем их. Да. Вот так. Вот так. Здесь будет FFF. Что еще? Чтобы текст по центру выровнять, естественно, нам стоит использовать дисково-флекс, align-items-center и jespa-content-center. Вот. Ну, и вроде бы оно. Да, он появился, но еще border-radius не хватает, конечно. Border-radius 100%. Отлично. Мы не видим само-view, да, и не важно. Нам, наверное, еще стоит задать здесь опасity, да? Как бы по умолчанию. Ну, логично, что нам mouse-view не нужен по умолчанию. Поэтому делаем здесь опасity 0. Вот. И не забудем transform, вернее, transition на опасity. Опасity 0.3s is now. И то же самое нам стоит добавить вот сюда, потому что мы будем плавно скрывать before-after и вместо него подставлять view. Отлично. Как именно это будем делать? Это уже дело пятое, так сказать. Ну, вот наш блок появился, и он будет, собственно говоря, ездить за нами, как наш scroll. Да, не scroll, извиняюсь, а как мышка. Ну и все, пожалуй, CSS мы закончили. Давайте приступать к JS. Собственно говоря, как я уже говорил, у нас здесь будет несколько JS файлов. Мы просто разделим реализацию. Мне кажется, это гораздо удобнее. Давайте это сделаем. Итак, в папке JS мы создадим файлики. Но сначала давайте поймем, какие нам вообще файлики нужны. Давайте просто в комментариях вот здесь, в JS коде, мы напишем то, что мы хотим сделать. Итак, первое, что нам нужно? Нам нужно поработать с мышкой, да? То есть с курсором. Обработать курсором. Далее, что нам нужно? Нам нужна стартовая анимация. Стартовая анимация. Анимация. Далее нам нужно анимировать фон. То есть анимация фона. Далее анимация текста, который слева, да? Потом анимация фона справа. Дальше анимация шейпов. Анимация шейпов. И что еще? Да, вроде бы, наверное, и все. Ну, давайте сейчас сделаем еще один файлик. Файл глобальных настроек. Ну, там какие-то переменные будут, да? Может быть, какие-то функции общие. Ну, и, собственно говоря, результирующий файл. Это вот, которым мы сейчас пишем. Результирующий файл с запуском скрола. То есть, как это будет работать? У нас будет функция для курсора. Функция стартовой анимации. Потом вот эти функции все будут вызываться внутри вот этого скрола. Да, то есть мы напишем их в отдельных файлах. Но потом вызовем просто вот здесь. В глобальных настроек будут какие-то переменные, какие-то важные вещи. И, в принципе, все. Примерно вот так нам это и нужно. Ну, давайте создадим с вами файлики. Итак, mouse.js. Дальше. Настройки пусть будет settings.js. Далее, что у нас там? Start animation.js. Хорошо. Далее анимация фона. Давайте назовем это bgslides.js. Далее мы создадим файлик images.slides. Это который вот, собственно, справа у нас images.slides.js. Хорошо. Дальше. Tect.slides.js. На самом деле вот эти все slides, они очень похожи между собой, но все равно немножко отличаются. Дальше shapes.slides.js. И что нам еще нужно? Да вроде бы все. Да, то есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, вроде бы все на месте. Отлично. Теперь мы их подключим все непосредственно вот сюда. Скрипт будет последним. Логично, да. Settings будет первым. Тоже логично, что все файлы должны о нем знать. А последовательность здесь очень важна. Поэтому мы settings подключим первыми. Вот. Потом можем подключить, в принципе, Start animation, да, чтобы по порядку все ушло у нас. Вот. Потом можем подключить mouse. Ну, по порядку реализации, так скажем. Сначала анимация срабатывает, потом мышку запускаем, ну, то есть курсор мышки. Вот. А потом уже запускаем всякие наши анимации, которые у нас будут отдельными. А у нас здесь раз, два, три, четыре файлика, да. То есть раз, два, три, четыре. Хорошо. BG Slides, далее, значит, Images Slides, далее Text Slides и Shapes Slides. Отлично. Хорошо. И пойдем в настройки, пойдем в settings, начнем прямо с них, собственно говоря. Пока что в скрипте писать нам нечего, да, и, в принципе, пока не будем ничего писать. Нам пока важно именно в настройке как-то обозначить. А что нужно обозначить? Давайте поймем. Значит, первое, что нужно, это у нас есть вот здесь внутри, блоки, да, вот они, линки вот эти вот. Нам нужны линки, и нам нужны и ходители, потому что мы будем обращаться к линкам для того, чтобы создать, собственно, им background, да, из DataBG, и также мы будем обращаться к ним для анимации, и здесь то же самое, мы будем обращаться к ним для создания анимации. Отлично. Значит, давайте начнем с переменных. Значит, const, BG items какие-нибудь, да, это будет document, curie selector, all, slideBG link. Ну, то есть все ссылки slideBG link. Хорошо. Далее, сюда же мы сравним slideBG inner. Так, slideBG inner. Вот, и это назовем, собственно говоря, image slides. Хорошо. Далее нам нужно также сохранить шейпы и shapeItem, да, то есть мы назовем это shapes просто, это будет непосредственно shapes, shapesContent, и также будет shapesItem, так, shapeSlides, да, можно назвать, это будет shapeItem. Отлично. И далее нам нужно что будет еще? Наверное, нам нужен будет наш helperInput, да, helperInput, тот самый скрытый документ, curieSelector, собственно говоря, helperInput. Вот, и возможно понадобится еще наш mainsection, но пока не думаю. Давайте пока ставим как есть, ну да, пока ставим как есть, если что, потом делаем. Так же нам нужно будет mouse, да, и все, что к нему относится. Значит, const mouse равно document curieSelector mouse. Далее нам нужно будет что еще? А, смотрите, мы сделали, мы сделали вот эти элементы, но нам, скорее всего, еще понадобится slideBG отдельно. Да, потому что когда мы будем наводиться на slideBG, у нас будет меняться элемент. Да-да-да-да-да, поэтому мы так и сделаем. Значит, const slideBG, это будет элемент slideBG. Вот, и так же мы найдем все ссылки на странице, назовем это links. Для чего? Для того, чтобы мы могли при наведении, при наведении на вот эту штуку мы будем в view показывать, а при наведении на любые ссылки будем тоже менять немножко курсора. Но об этом чуть попозже. Хорошо. Также у нас должна быть переменная const slidesCount, чтобы мы точно знали, сколько у нас слайдов. У нас их 5. И чтобы за пределы этого числа мы не выходили. Дальше переменная, которая будет увеличивать постоянно слайды, да, и вот для нашего вот этого slide1, slide2, slide3, чтобы у нас было какое-то начальное значение, мы зададим let. SlideCounter. Почему здесь let? Потому что если мы зададим const, то просто не будет работать, ведь const это неизменяемое значение, а нам нужно изменять. И вот теперь мы задействуем первые библиотечку, делаем переменную ising, в которой используем нашу библиотеку безе.js. Здесь код очень простой. Мы вызываем класс безе ising и в него передадим просто наше значение ising, в которое мы уже писали здесь. кубик, давайте мы найдем кубик безе, вот они, собственно, да. Вот мы их сюда и вставляем. Отлично. Хорошо. И сюда бы я еще вывел первую и стартовую, так сказать, стартовый timeline, почему бы и нет. Вот. Назовем это starting tail, то есть starting timeline. Это будет green sock timeline. Внутри мы укажем некие настройки. Первая настройка это defaults. Да, defaults, то есть какие-то дефолтные настройки. Мы укажем, что is для всех этих элементов будет один, собственно, наша переменная ising. То есть мы говорим, что все анимации будут делаться с одним ising, с одной скоростью, только с помощью этого. Defaults мы написали и нам еще пригодится здесь специальное значение onComplete, на котором мы напишем функцию, которую назовем startComplete. Я уже объяснял этот момент. Давайте еще раз поясню, для чего это нужно. Вот здесь изначально у нас у всех элементов стоит опасity 0. У всех, кроме, собственно, вот этого. Когда мы сделаем стартовую анимацию, нам нужно всем выдать опасity 1, чтобы, когда мы будем скроллить, предыдущий слайд был виден и следующий наслаивался на него. Чтобы отменить вот это опасity 1, мы просто в функции startComplete напишем, что мы хотим всем элементам задать опасity 1. Вот и все. Поэтому мы напишем здесь const startComplete. Равно функция, собственно говоря, да, и в ней мы напишем, что по всем имейтшлайдам мы приближимся, по гендерам, да. Флорич напишем, элемент, и для элемента мы напишем style, опасity равен 1. И то же самое нам нужно сделать с шейпами, да. Вы помните, что там то же самое, и поэтому с шейпами мы делаем абсолютно то же самое, просто бегаем уже по shape slides. Отлично. Как только сработает первая анимация, у нас зададутся опасity 1 всем элементам. Хорошо, мы сделали файл настроечек, вроде бы все хорошо. Давайте теперь сделаем, собственно, покажем наши элементы, сделаем фоны вообще хоть какие-то, да. Это у нас файлик bgslides, давайте, собственно, с ним поработаем. Отлично. Итак, у нас уже есть переменные готовые, да, в settings, мы будем просто их использовать. Нам нужны здесь шейпы, да, в шейпах хранятся у нас shapes content, а именно у shapes content у нас, насколько я помню, фон, да, вот он, data.bg. Значит, мы что делаем? Мы берем, бежим по shapes for each element и говорим, что мы хотим для элемента style background color задать определенное значение. Это значение мы сделаем с помощью шаблонных строк и укажем, что мы укажем. Мы укажем, что мы хотим здесь указать для данного элемента элемент dataset bg. То есть по факту мы бегаем по всем элементам и просто каждому задаем background color. Обновим страницу и вот наш цвет уже задался. И как видим у всех элементов цвет тоже появился. Он перевелся на RGB, но нам это не важно. То же самое мы будем делать непосредственно с bg items. Только здесь у нас будет не background color, а background, собственно говоря, image. А так, по сути, то же самое. Элемент от set bg. Обновляю страницу. Так, не появилось, да? Что-то мы сделали не так. Давайте проверим. Data bg. Data bg. Bg items. Правильно ли я обратился к элементам? У нас в bg items находятся линки. Да, все правильно. А, я забыл написать url. Естественно, конечно же, url здесь нужен. Да, да, да. Нам нужно указать, что обязательно url. Вот теперь есть. И для всех картинок у нас, для всех ссылок у нас задался фон. Отлично. Фон есть, все здорово. Вот. Все, как мы, собственно говоря, и хотели. Вот здесь стоит pointer events none. Нам бы еще для current'а задать pointer events auto. Давайте найдем вот этот класс. Да, pointer events. pointer events auto. Да, чтобы мы могли по ссылке, собственно говоря, наводиться. Отлично. У нас уже вот наша базовая структура готова. Теперь нам бы менять фон. Давайте начнем с него. Это, наверное, самое простое. Нам бы менять фон. Но, наверное, перед тем, как менять, стоит, наверное, саму логику смены написать, да? Ну, мне так кажется. Ну, потому что просто так написать функцию, которую будут что-то менять, бессмысленно. Нам нужно писать логику. Давайте будем писать логику. Поэтому идем в slip.js. У нас здесь будет логика непосредственно того, как работает это все дело. Плюс здесь же мы напишем еще и проявление preloader. Ну, окей. Давайте здесь напишем, собственно, функцию init. Да. Это будет просто функция, которая будет вызывать все остальное. Сразу init мы можем вызывать. Вот. Итак, что мы будем здесь сделать? Мы сделаем две функции. const. show next slide. Это будет функция, которая будет перелистывать вперед. То есть, когда мы будем скролить сайт вниз. Вот. show next slide. Будет называться функция. И в ней будут вызываться некие функции дальше. Да. Далее будет функция show prefs slide. И в ней тоже будут вызываться функции. Какие именно? Именно вот эти. bg slides, image slides, shape slides и text slides. Они все будут вызываться здесь. Отлично. Ну, и давайте, чтобы все заработало, нам нужно теперь прописать логику. Мы будем писать просто, по сути, обычное событие скролла. Точнее, не скролла, а движение колесом мышки. Это важно, потому что у нас самого скролла нет. У нас один блок. А вот именно колесом мышки мы будем обрабатывать. Для начала напишем, что мы хотим это все сделать с ширины innerWise больше, чем 768. Да. Больше или равно. Потому что нам просто на мобилке этого не нужно. Но мы на мобилке сделаем по-другому. И теперь пишем, что window. AddEventListener. Will. Специально такое есть событие. Event. И в нем будем писать, собственно говоря, все остальное. Что мы здесь будем писать? Для начала нам нужно определить, в какую сторону, собственно говоря, идет наш скролл. Для этого есть, ну, часто используют для этого переменную delta. Ее называют delta. Мы так же сделаем delta. И давайте посмотрим здесь. Пока напишем любое значение, пусть будет. А в консоль выведем некое значение E. То есть, event.delta.elk. И посмотрим, что у нас здесь. Мы видим, что у нас значение 100. Если сравним в обратную сторону, минус 100. Хорошо. Все работает. Вот. Но обычно для кроссбранности, чтобы все действительно работало, нужно написать обратное значение. Потому что у нас на маках есть такая вещь, как обратный скролл. Он в обратную сторону работает. И чтобы это все работало, ставить минус E. То есть, обратное значение. Хорошо. Мы получаем delta. Теперь, по сути, что? Если delta у нас больше нуля. То есть, если мы скроллим куда-то в значение вверх. Именно скролл вверх. Именно скролл мышкой вверх. Это важно. Сейчас поймете. Давайте сделаем здесь console.log scroll up. Иначе же console.log scroll down. Вот так. И давайте теперь смотреть, что мы скроллим вниз. Я мышку скроллю вниз. То есть, не сайт именно скроллю вниз, а именно колесо мышки. На себя, точнее, если быть точным. На себя. Теперь от себя. Вот. Scroll up. Все работает. Все хорошо. Scroll down. Все на месте. Все четко. Именно так и мы и будем работать дальше. С помощью вот этих вот, с помощью вот этих условий. Хорошо. И далее вступает у нас в силу наш input. Тот самый, который мы делали специально. Если у helper input нашего value равняется единице, то мы будем делать определенные вещи. Что именно будем делать? Ну, мы будем задавать значение ему, равное нулю. Как я уже говорил, да. Это как флаг. Мы будем давать ему значение 0. И поскольку это скролл вверх, мы будем вызывать функцию show.prefslide. Вот. Давайте в этой функции напишем какой-нибудь console.log. Pref, например, да. Чтобы пока просто понимать, что это действительно отрабатывает. И здесь будет функция next. Ну, например, будет слово next. Соответственно, вот так это будет происходить. Ну и примерно наше время все анимации переключения будет полторы-две секунды, не больше. Поэтому здесь лично будет поставить setTimeout, собственно, на полторы секунды. Да. Мы просто скажем, что через полторы секунды ты, пожалуйста, helper inputу дай значение равное единице. То есть верни обратно. То есть сначала как? Если единица, ты поставь 0, выполни функцию, только потом верни на единицу обратно. То есть мы не сможем повторно быстро вызвать эту функцию еще раз, пока у нас не пройдет полторы секунды. Это важно. Это очень важно, и поэтому мы, собственно, так и сделали. Ну, по сути, нам нужно теперь скопировать вот это значение. Да, по идее. Даже, ну, вот это все событие. Скопировать вот сюда, вставить. Вот. И даже можем scroll up внести вот сюда внутрь. И scroll down вот сюда внутрь. И смотреть тоже, что если равно единице, то мы вызываем show next slide. Да, тоже у нас значение дается 0, тоже 1 и тоже 1, тоже 1, то есть здесь все то же самое. Ну, что ж, по идее, должно работать. Давайте посмотрим. Попробуем scrollить. Я scroll. Если вы слышите сейчас мою мышку, я даже поднесу ее к микрофону. Я scroll часто. Но при этом мы видим в консоли срабатывание раз в полторы секунды. Это нам и нужно. Теперь scroll в обратную сторону. И срабатывание только раз в полторы секунды. Причем я scroll очень быстро, да, пытаюсь scrollить очень быстро, но это не важно, потому что у нас стоит ограничение полторы секунды. Нам это не нужно, иначе просто за один scroll все сразу слайды у нас переключатся, и как бы, ну, и в чем смысл тогда все работы. Окей. Мы здесь еще напишем некий else, вот, в котором сразу обработаем swipe event. И почему бы и нет, мы можем сразу это сделать. То есть, если мы находимся на 768, вернее, на 767 и ниже, хотя, наверное, даже, наверное, надо на 768 находиться. Ладно, ставим равно. То мы должны будем делать не will, а swipe. То есть, по сути, будет то же самое, просто мы будем свайпать. Собственно, у этой документации, у этой, точнее, библиотечки, да, есть документации и специальные события. Document, это event listener, swiped left. То есть, эти listener появляются только из-за библиотеки swiped events, да, которая подключена у нас. Вот она. Про нее есть видео, посмотрите обязательно. Вот. И что здесь будет происходить? Да, по факту, мы просто будем вызывать функцию. Когда мы будем скролить влево, мы будем вызывать, скажем, допустим, следующий. Да? Свайпай влево, вызывай следующий. А когда мы будем свайпать вправо, то есть, swiped right, мы будем вызывать предыдущую. Вот и все. То и вроде бы все, да, по идее. Давайте зайдем на мобилку специально. Понятно, что она еще не готова, но тем не менее. Одну ими страницу. Здесь mouse wheel не работает. А вот если мы будем делать свайп, видите, срабатывает next. Я свайпаю сейчас. В обратную сторону срабатывает prev. Очень легко мы исправили, как бы, то, что мы не можем просто мышкой никак скроллить, да, на touch-устройство. Просто сделали замену. Вот и все. Отлично. Ну, собственно говоря, наш скрипт.js почти готов. Здесь еще останется сделать preloader и сделать переключение. Хорошо. Это мы сделали. Значит, что нам еще нужно будет? Нам нужно будет сделать mouse сейчас. Нам нужно будет допилить bg-slides и сделать стартовую анимацию. Ну, давайте начнем с bg-slides все-таки, да, раз мы с него и начали, давайте его и сделаем сначала. Итак. const bg-slides равно. Внутрь всех вот этих функций, что image-slides, что shapes, что текст, мы сделаем переменную direction. Ну, это, по сути, просто входящий параметр, да, который будет определять, мы скролим вверх или вниз, да, и мы будем, ну, отнести до него, просто вызывать функцию либо с параметром вверх, либо с параметром вниз. Очень просто. Далее сделаем переменную item-class, которая равна будет чему? Будет равна, по сути, нашему слайду, да, плюс slide-counter. Не контейнер, а counter, конечно. То есть, по факту, мы здесь, поскольку у нас по умолчанию значение slide-counter 1, мы здесь указываем item-class равно slide-1. Вот. Далее мы смотрим, если direction равен значении down, то есть мы просто будем передавать строку down, то есть скролл вниз, и если при этом slide-counter наш, то есть значение вот это 1, да, оно меньше, чем значение 5, то есть наше значение slides-count, то мы будем удалять класс, вот этот вот item-class, да, то есть мы будем для main-section, кстати говоря, да, у нас же main-section, main-section имеется в виду, да, давайте тогда main-section в переменную выведем. Значит, const main-section, stano, document, querySelector, main-section. Отлично. Ну что ж, мы будем для main-section удалять класс текущий, да, class-list remove, item-class. То есть мы просто текущий класс, который сейчас есть на данную секунду, мы удаляем его. Хорошо. Далее мы говорим, что мы хочу slide-counter, slide-counter сделать плюс-плюс, то есть увеличить на единицу, увеличить на следующий слайд. И при этом item-class мы просто будем переназначать сейчас, да, мы просто берем, говорим, что теперь в item-class у нас будет, по сути, то же самое, да, но уже с новым значением. Да, то есть мы получили новое значение и записали его сюда же. Теперь у нас здесь находится slide-counter 2, по сути, ну, то есть slide 2. И теперь мы снова даем класс main-section, да, ну, уже обновленный. Обновленный. Все просто. Все очень просто на самом деле. Вот. Ну, а если у нас direction равен up, то есть вверх скролим, то по факту мы выполняем все то же самое. Единственное, что нам условие вот это уже будет не нужно, а в ней нужно будет, но другое. Да, то есть если slide-counter всегда больше единицы, то есть чтобы мы не уехали в ноль и так далее, в отрицательное значение, по сути все будет то же самое, но мы просто делаем минус. Вот и все. Вот и все, но здесь теперь нужно вызвать, вот в этой функции, да, show next slide. Мы, получается, вызываем, что у нас там как-то функция называется, bg-slides, да, то есть мы вызываем здесь bg-slides со значением down, то есть мы вниз скроллим. А здесь вызываем функцию show, ну, bg-slides со значением up. Давайте проверим, работает ли это вообще в принципе, да. И да, когда мы скроллим, у нас меняется фон. У нас меняется фон, действительно, меняется и все работает. Здорово. Причем я скроллю в обратную сторону, видите, фон меняется в обратную сторону. И меняется он раз в полторы секунды, как бы я не двигал мышкой. И когда мы доходим до единицы, да, вот здесь у нас условие стоит. Когда мы доходим до единицы, все, дальше вверх скроллим, ничего не произойдет. Можем скроллить вниз. Кстати говоря, посмотрите, как видится b-input, да. Меняет значение на 0, через полторы секунды на 1, потом снова на 0, пока я скроллю, и так далее. И в итоге это сработает только раз в полторы секунды. Вот это то, чего мы хотели добиться. Отлично, мы написали первую базовую функцию, которая будет менять фон у секции. Ну, по большому счету, наши остальные функции, они примерно на том же принципе. Ему тоже будет direction, тоже будем проверять, да он он или up, и в нем уже вызывать определенные вещи. Но, правда, там будет гринцок, но, естественно, это будет посложнее. Давайте займемся маусом. Давайте займемся маусом, нам пора бы его сделать. Для начала в стилях мы, собственно говоря, раскомментируем строчку, вот эту, и удалим просто наш курсор. То есть, по факту он не будет виден, да. Мы видим, что вот, курсора нет. Вот, как только я захожу на сайт, курсора нет никакого, все. И нам нужно теперь написать свой курсор. Тут небольшой код, на самом деле, очень простой, но, тем не менее. Так, function moveMouse. На самом деле, эту функцию вы можете найти легко в интернете. Я тоже нашел в свое время, когда писал этот код. Но, тем не менее, вы можете просто найти без проблем. Итак, что мы сделаем? Нам нужно найти положение. Для начала положение того, где у нас находится курсор. Для этого есть разные переменные, разные специальные значения. ClientX, ClientY и так далее. Плюс нам бы хотелось, чтобы наш вот этот вот, видите, элемент, да, видите, он сейчас заходит за пределы сайта. Он заходит, например, за пределы сайта, пикселей буквально на 5, потому что у нас вот здесь есть автор, который просто больше банально, чем этот элемент. Поэтому нам число 5, это очень важно, мы будем его использовать. Итак, что мы делаем? Мы проверяем, если E, ClientX, то есть движение мышки по оси X, меньше 5, то есть мы говорим, что если вот здесь у нас оно будет меньше 5, в этом крае, да, давайте вернем все-таки, чтобы вы видели, где у меня курсор. Вот, вот здесь, или, так, это я зря, значит, или у нас E, ClientY, меньше 5, это чтобы, это получается, чтобы когда мы доходим до края, либо доходим до сюда, до края, точнее до верхней части, если будет точно, да, чтобы у нас просто срабатывало до конца, до самого края, поэтому мы задаем пятерку. Ну, вы это сейчас увидите. Далее, или E, ClientY, должен быть обязательно больше window, то есть window.index.height, это, собственно, высота нашего окна, минус то же самое число 5. Или, опять же, E, ClientX, больше, чем window.index.with, минус 5. То есть, грубо говоря, что в этом условии мы написали, что если у нас вот это минус 5, вот это минус 5, вот это минус 5, вот это минус 5, и вот это минус 5, то как бы работай внутри. Но только если у нас курсор выходит за пределы, не работай. Минус 5, потому что у нас, опять же, видите, немножко уходит за пределы сайта, буквально на 5 пикселей данный курсор, и чтобы не выходил, пятерка нам здесь подойдет идеально. Вот. Что мы делаем? Если он, если выходит, да, то мы даем маусу, наш уже готовый переменный style, style, opacity, мы даем 0. То есть, это, грубо говоря, выходит за пределы. Но иначе, если у нас все хорошо, то мы что даем? Мы даем упасть T1. Далее мы даем, что? Мы даем, собственно, transform самой мышке, самому курсору. Маус ставим, transform, равно, и здесь мы укажем определенные значения. Translate. И внутри мы должны указать значение в пикселях. Какое значение? Здесь очень важно понять, что у нас, смотрите, у нас есть, опять же, значение 45 на 45, и плюс есть внешний элемент 55 на 55. Между ними расстояние 10. 10, плюс у нас есть вот эта пятерочка наша, это 15. Значит, нам нужно буквально сказать здесь, что мы хотим. Задать e client x минус 15 пикселей, запятая, и здесь указать e client y, то есть по y, минус 15 пикселей. Давайте сохраним, посмотрим, что у нас работает вообще или нет. Не работает, потому что мы еще не вызвали функцию, а нужно вызвать ее определенным образом. Давайте сделаем это. Снова условие, что если у нас innerWiz больше LibraM8.68, то есть только на десктопах, мы будем писать документ at eventListenerMouseMove, то есть будем обрабатывать движение курсора на странице и вызывать функцию MoveMouse. И вот теперь, когда мы наводим, как видите, у нас все равно заходит за пределы, но в принципе и ладно, это не так важно. Но зато работает сам курсор, да, и если мы сейчас скроем наш курсор по умолчанию, это будет выглядеть вполне себе аутентично и красиво. Как видите, вот все хорошо. Я могу навестись, да, как только я нахожусь центром вот этого кружочка на ссылке, как видим, вот здесь появляется ссылочка, да, все отрабатывает. Здорово, отлично, прекрасно. Но еще не совсем все, да, нам же еще нужно сделать обработку наведения сюда и наведения вот сюда. Это делается легко. Давайте это сделаем. Итак, нам нужно смотреть, что если у нас, хотя, в принципе, наверное, это условие бессмысленно, у нас слайд BG всегда будет в коде, всегда будет на странице, да и ссылки, наверное, всегда будут на странице. Да, поэтому проверять мы не будем дополнительно, мы просто сделаем, что слайд BG, слайд BG, addEventListener, mouseOver, то есть наведение на этот элемент. И здесь будет простая, простая вещь. Мы просто для мауса добавим класс, да, класс-лист, add, назовем это viewVisible. Вот, если мы наводимся, даем класс. Если мы мышь убираем, то есть mouseLeave, то мы класс, собственно говоря, удаляем. Вот, все, в принципе, логично. Абсолютно то же самое мы напишем для ссылок. Единственное, что у ссылок будет немножко по-другому, потому что их несколько. Ну, давайте, наверное, не будем копировать, напишем с нуля. Мы напишем, что links for each, то есть пробежимся по всем ссылкам на странице, напишем link. И на каждый линк навесим addEventListener, да, тоже mouseOver. И внутри напишем тоже небольшую функцию, небольшой код данной функции, в котором мы тоже скажем, что mouse будет получать некий класс. Только здесь уже давайте будем делать не viewVisible, а links visible. Вот, тут нам не нужно, в принципе, ничего. И просто повторяем полностью эту строку. Да, только с переносом. Вот, и здесь делаем mouseLeave. mouseLeave, и когда мы вводим, мы просто класс удаляем. Вот и все. Отлично, мы можем проверить сейчас, да, что когда мы наводимся вот сюда, опа, появляется класс viewVisible. Вот. Когда мы наводимся на ссылки, появляется класс linksVisible. Все работает идеально, все хорошо. Осталось только написать стили этого дела всего. И, в принципе, это все делается легко, давайте это сделаем. Вот, итак, viewVisible, добавим класс. Значит, найдем, где у нас стили мышки вообще, да, mouse. И здесь внизу, в конце, напишем, что viewVisible будет делать следующее. Он будет, по сути, mouseView просто показывать, да, у нас есть блок mouseView, мы напишем просто опасти один. Ну, и давайте повторим на всякий случай. Transition пусть работает. Наводимся, у нас появляется наш блок. Здорово, четко. Так, в принципе, как мы и хотели. Отлично. Но у нас, как видите, не исчезает наш before-after. Может быть, нам стоит для вот этого элемента создать большой z-index, ну, скажем, там, какой-нибудь условный, не знаю, 10 пикселей. Ну, то есть, просто 10. Да, действительно. И вот, когда мы наводим этот элемент, видите, view появляется. Вводим мышь, view не появляется. Вот это нам и нужно было. То же самое делаем с linkVisible. LinksVisible. У нас этого нет в дизайне, но я немножечко здесь, так скажем, покумекал, придумал небольшую мелочь. В принципе, если кто смотрел на мой сайт, у меня там это было реализовано. Вот. Что мы здесь делаем? Мы сделаем border 4 пикселя solid cdcd. Далее сделаем... Смотрите, у нас по умолчанию стоял transform такой. Но нам нужно не только это, нам нужно еще скейлить немножечко в обратную сторону. Поэтому мы укажем здесь и это, и скейл. Скейл пусть будет 0.5. Далее мы сделаем backgroundColor. Transparent. И поставим transition без ничего, потому что нам нужно не мерять все свои свойства. Так проще будет. Вот. Ну и linksVisible.before. у нас просто будет opacity 0. То есть мы просто before убираем. Он нам не нужен. Проверим, да? Наводимся, все хорошо. Наводимся элемент и видим, как это все работает. Единственное, что у нас неплавно работает transition на opacity. Давайте здесь напишем так. И для before... А, для before у нас стоит на opacity, да? Ну и странно. Хорошо. А если напишем? Почему-то неплавно происходит это дело. Так. Ну, на самом деле, наверное, и ладно. И бог с ним. Работает и хорошо. Да, давайте оставим так. Это уже мелочи реализации. Ну, в принципе, работает, да? То есть при надении на ссылки меняется console, при надении на view меняется view. Все. Мы закончили работу с мышкой. Больше мы ее, в принципе, трогать не будем. Она нам не нужна. Отлично. Что нам нужно сделать теперь? Это startAnimation. StartAnimation. Здесь будет немало кода. Давайте разбираться, как это сделать. Итак. const startAnimation. Animation. Это будет функция, да? Которая будет вызываться просто по старту страницы. StartAnimation. Хорошо. В ней мы напишем пока что в конце log ISD. Ну, или давайте, чтобы было красиво, напишем start. Почему так? Потому что, опять же, прежде чем писать сам код, нам нужно написать то, что будет вызывать этот код. Давайте напишем то, что будет вызывать данный код. И это будем писать в script.js. Здесь у нас будет небольшой код. Давайте вот так вот отпустим здесь и напишем. WindowUnload равноFunction. То есть мы просто будем писать код при загрузке сайта. Вот. И что здесь будет? Ну, что я должен сделать? Мы должны дать preloader какую-то анимацию, да? Preloader. Мы это сделаем на CSS. Потом эту анимацию забрать и запустить startAnimation. По факту все. Итак, const preloader. Найдем этот элемент. Это document. CureSelector. Preloader. На самом деле мы могли вынести эту переменную и в settings.js. Ну, тут уже как хотите. И что мы дадим preloaderу, класс list, add. Дадим ему некий класс, назовем это preloaderAnimation. Мы скажем, что мы хотим сделать тебе анимацию с помощью класса preloaderAnimation. Без проблем. Вот. Мы сделали это. Далее, как я уже говорил, у нас будет анимация длиться 2-3 секунды стартовая. Давайте сделаем 3 секунды, как и есть. SetTimeout. Вот. И будут происходить какие-либо действия с 3 секунды с помощью setTimeout. Что мы будем делать здесь? По факту мы просто будем удалять здесь данный класс. Да? Останавливать анимацию, которая будет. И будем давать еще один класс. Этот класс будет отвечать за скрытие preloader. Вот. Напишем это preloaderHidden, чтобы он плавно скрылся. Но смотрите, поскольку у нас у preloader изначально дисплей стоит none, мы сначала сделаем скрытие плавное через opacity, а потом через еще какое-то время, да, в данном случае поставим 3200, то есть через 200 миллисекунд, мы сделаем еще один класс, который уже поставит ему окончательный дисплей none. Назовем это preloadHit или preloadNone, неважно. Вот. Ну вот здесь мы, собственно, будем вызывать нашу функцию startAnimation. Вот. И давайте попробуем, что произойдет. Просто посмотрим в конце. Понятно, мы сейчас пока ничего не увидим. Вот, старт сработал через 3200. То есть, сработала вся анимация, и после этого вызывается startAnimation, который будет все вот эти элементы анимировать каким-то определенным образом. Отлично. Итак, теперь нам в стиле нужно добавить, собственно, наши вот эти вот всякие preloadHidden, preloadHit и так далее. Давайте это сделаем. Там, в принципе, все. Ну, обычные стили, ничего сложного. Итак, давайте начнем с preloadAnimation. Найдем наш preloader. Preloader. Так, background. Вот. И вот так, где preloadник анимации, будем писать. Что нам нужно? Preloader. Animation. Вот. Мы зададим для preloader-бека, то есть, для нашего текста, да, мы зададим опасти 0.15, потому что в макете опасти 0.15. А здесь, кстати говоря, да, давайте раскомментировать все эти вещи. Мы это все можем раскомментировать, да, и опасти 0 ставить по умолчанию. Хорошо. Есть. То есть, когда мы, когда стартует сайт, дается класс, и опасти 0 меняется на опасти 0.15. Хорошо. Далее. PreloaderAnimation. Мы обращаемся к preloader-forward. И к его, а, нет, точнее, просто в опасти 1 ставим, да, у него в опасти 0 по умолчанию. И мы должны, так, смотрим сейчас, что у него здесь. Preloader-forward, transform, translate. Ну, вроде бы, да. Да, наверное, здесь пока что ничего большее не нужно. Пока ставим так. Хорошо. Тоже даем опасти 1. Все хорошо. И вот теперь мы уже должны обратиться к вот этой белой плашечке, да, помните, которая у нас есть, чтобы сделать ей анимацию. Before. Что мы будем делать? Мы поставим здесь некий transition delay для начала, да, потому что, если мы посмотрим на видос внимательно, то у нас сначала появляется текст, а потом уже, собственно, вот эта штука. Вот. Мы сделаем так. И здесь что мы скажем? Мы скажем, что давай-ка, пожалуйста, нам поставь transition delay 0.5s, допустим, и поставим выс 3.30. То есть просто заполни нам ширину. Да. Еще нам стоит подумать над анимацией форварда, да. Смотрите, у нас, если опять же видео посмотреть, так, вот, видите, у нас изначально появляется сверху, снизу вверх элемент. Значит, нам нужно по умолчанию задать какой-то, собственно говоря, блок, ну, какой-то transform. У нас есть forward, вот он, у него здесь минус 50%, давайте поставим процентов, может быть, 20. Тогда он будет появляться плавно. и вот здесь тогда кроме опасности добавим еще и transform. Так, давайте transform, translate минус 50% и минус 50%. То есть выглянем обратно по центру. Как нам и нужно. Хорошо. И что остается нам еще сделать? Это, собственно, прописать скрытие анимации, да. Сначала у нас будет preload, preloader, точнее, preloader hidden. Это для того, чтобы скрыть все плавно, да, мы поставим здесь что? Ну, во-первых, мы уберем with, вернем обратно, да, потому что у нас, опять же, по видео так, мы поставим with 0. Так, хорошо, поставили. Потом мы поставим еще здесь, с preloader hidden, мы поставим opacity 0, то есть вернем preloader back, и он из back наш, вот он, был opacity, это мы вернем opacity 0 обратно, то есть скажем, что все, мы не нуждаемся в твоих услугах, так сказать, opacity 0 поставь, пожалуйста, да, ну и можем продублировать, наверное, нашу анимацию, вот эту, transition наш, вот, и еще мы скажем, что мы хотим forward, тоже задать некие стили, forward, а что мы хотим forward, мы хотим, наверное, обратно его, хотя нет, не опустить, что нам нужно с ним делать, давайте посмотрим просто видео, плавненько, так, смотрим, у нас появился элемент, появился, сидит, 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 раз, а, он просто исчезает плавно, да, то есть по факту нам ничего здесь не нужно особо мудрить, для прелода forward, мы что зададим, мы зададим opacity, да, какой-то тоже transition delay, чтобы это все происходило после вот этих событий, то есть, ну, сначала вот это сработало, а потом вот это, ну, и transition на opacity давайте тоже пропишем на всякий случай, чтобы это сработало плавненько у нас, так, а где у нас есть где-нибудь, ладно, сами напишем, значит, transition.3s на opacity, и мы поставим здесь непосредственно что, easy now поставим, вот так, ну, и вроде бы все у нас должно работать корректно, ну, и осталось еще preload none, да, preloader none, это то, что, собственно говоря, делает там opacity 0, visibility hidden, то есть полностью скроет наш элемент, вот, ну, и давайте здесь тоже пропишем на opacity и на visibility, визбереки, что ж, отлично, вроде бы все на месте, странно только, что у нас не отрабатывает сразу этот код, ну, видимо, потому что диспланант стоит, да, давайте мы его попробуем убрать и посмотреть, что будет, вот он наш диспланант, нажимаем страницу, и вот наш preloader, он действительно отрабатывает, ну-ка, еще раз, так, у нас падает блок с текстом, значит, ему нужно задать тот же самый transform translate при хиде, при хиде, вот здесь вот, вот, и у нас не заполняется ширина блока почему-то, preloader hidden, preloader hidden, preloader animation, before, wish 330, вроде бы все правильно написано, но не заполняется, давайте посмотрим еще раз, так, а, подождите, может быть, потому что я задал изначально, на 300, да, здесь нужен Vs0, естественно, у этого элемента, так, а если так, да, работает, но не по центру, хорошо, давайте смотреть, почему не по центру, для этого мы, так, мы найдем, где наш preloader, мы, собственно, поставим его, ну, сделаем ему видимым, и сделаем видимым внутри элемент forward, так, опастье, один вот, и, собственно, background тоже сделаем видимым, Vs0, индекс, все вроде по центру должно быть, Vs330 пикселей, вот, ага, здесь по центру, почему тогда не работает, по центру изначально, так, preloader animation, Vs330, где я мог ошибиться, где я мог ошибиться, так, смотрим, preloader background, все-таки здесь, наверное, можно поставить 330 пикселей, по умолчанию, ну, то есть, как, это будет такой блок, который всегда по центру, а в нем уже появится блок, ну, собственно, с шириной, Vs0, на вид все в порядке, вроде бы должно все работать, может быть, не срабатывает, давайте поставим побольше, собственно говоря, может быть, не срабатывает transition у этого Vs0, все может быть, так, preloader animation, preloader background, Vs330, ну, по идее, все правильно, а, подождите, мы задали background для самого бека, по идее, это он не нужен, точнее, не сюда, здесь color нужен, background нужно убрать, или мы не задавали, не, задали, вот он, то есть, возможно, все нормально работает, но мы не видим, обновим, вот, отлично, и все, все скрывается, и теперь начинается анимация, да, вот, когда скрывается preloader, мы будем начинать нашу анимацию, но для этого нам нужно все раскомментировать, теперь заранее созданные наши блоки, помните, мы это делали, да, мы все это раскомментируем, и скрываем элементы все по умолчанию, ну, и все, все, которые нам нужны, вот, только тогда это все будет работать, давайте все вот эти элементики, мы, собственно, говорим им скрыться, вроде все, так, мы видим вот такую страницу по умолчанию, по идее, мы не должны видеть и этого тоже, по сте 0, по сте 1, current, slide bg, slide bg, ну, пока что пусть будет так, где-то мы, наверное, еще допустили ошибку, но пока оставим так, как есть, хорошо, собственно, давайте писать start animation, да, спрессим где-то, там ошибка, но ничего, мы решим, итак, start animation, что будет здесь, к концу log start оставим, давайте будем искать, во-первых, текущие элементы, что нам нужно, нам нужно найти текущий элемент, активный элемент вот этот, активный элемент вот этот, и активный элемент текста, значит, const, current slide, назовем, это будет document, curie selector, slide bg, inner current, то есть мы находим, по факту, текущий элемент слайда, ну, который действительно выделен классом, все вполне себе понятно, далее, current shape, да, это будет shape, а это будет current, shape, точнее, shapes, item, current, нашли, хорошо, и последний элемент, который нам нужно найти, это, собственно говоря, slides, container, slide, active, то есть активный элемент, и это будет у нас current text, то есть мы нашли, буквально, элементы, которые у нас вот здесь есть, да, вот здесь элемент, вот здесь, вот здесь, отлично, ну, и теперь нужно написать, гринсок код, достаточно простой код, давайте напишем, у нас уже есть, settings, да, вот это вот, starting tail, starting tail, только напишем, мы к ней обращаемся, starting tail, to, обращаемся к хедеру, да, мы знаем, что хедер у нас должен прилетать снизу вверх, с плавным опасити, да, и мы скажем, что мы хотим сделать это за 0,5 секунды, и что именно мы хотим сделать, сейчас напишем, что мы хотим сделать, мы хотим менять опасити на 1, да, а y на 0, вот, ну, и давайте еще укажем некий delay, чтобы это все сработало именно в нужный момент, обновить страницу попробуем, появляется, прекрасно, все появилось, все здорово, как именно это все появилось, ну, по факту, когда изначально у нас у хедера, сейчас мы зайдем в стиле, хедер, стоит, вот, опасити 0, транслядь y, собственно, гринцок, он это определяет, он видит, что по умолчанию стоит опасити 0, и y 100, когда мы пишем ему, задай, пожалуйста, ну, приведи эти значения, то есть, приведи к, через свой стату, приведи к опасити 1, и к y 0, он это и делает, просто задает, транслядь 0, и опасити 1, вот так это и сработало, без проблем, все отлично, хорошо, то же самое нам нужно сделать с, ту, значит, нашим, main section explore, да, то есть, с элементом, который отвечает за explore, и по сути, здесь будет то же самое, можно даже скопировать полностью этот код, да, единственное, что, delay нам уже не нужен, а нужно нам что, нужно нам наоборот, сделать, смотрите, здесь, в гринцоке есть специальная вещь, которая позволяет, собственно, сделать, анимации не посредственно, а параллельно, поскольку вот здесь мы указали 0,5, то нам нужно вот это число вот здесь вернуть, то есть написать минус 0,5, чтобы, чтобы вот эти два действия выполнились одновременно, давайте попробуем, и действительно они появляются одновременно вместе, так и должно быть, отлично, все здорово, далее, следующий tool, это у нас уже работа непосредственно со слайдами, со слайдами, и по факту там будет то же самое, апосте 0 и y1, вот, давайте это сделаем, здесь мы укажем, что у нас есть current наш, собственно, на текст, да, мы скажем, что мы хотим current текст, внутри искать наш заголовок, это у нас slides, container, title, и вот здесь уже чуть больше времени сделаем, за 0,6 примерно, поставим пасть 1, y0 тоже, все то же самое, и здесь время подсекрати, чтобы оно не так, ну, чтобы не так долго ждать, давайте проверим, так, опа, и он появляется сразу за ними, смотрите, и если мы посмотрим на видео, то, ну, примерно это так, это и происходит, сначала хедер, оп, и сразу за ним появляется, вот, вот это нам и нужно было, здорово, примерно так мы и делаем, и теперь через какое-то время, через какой-то маленький промежуток, буквально там полсекундочки, ну, может быть, чуть больше, поставим 0,6, наверное, мы сделаем то же самое, только с designers.info, designers.info, то есть мы просто делаем небольшую задержку, кстати говоря, вот поскольку здесь 0,1, а здесь 0,6, как раз таки разница 0,5 между ними, и мы просто покажем блок designers.info чуть-чуть попозже, раз, два, он сработал одновременно, значит мы где-то ошиблись, скорее всего, 0,6, это вроде все правильно, минус 0,1, тоже 0,6, 0,6, ну, на вид все в порядке, может быть здесь поставить другое число, либо давайте поглянем на видео, может быть оно так и должно быть. Ну, там есть маленькая задержка, давайте попробуем ее симулировать, так скажем, сымитировать, там есть какая-то просто супер мелкая задержка, вот, вот примерно вот так, да, пусть так будет, в принципе, небольшая задержка не повредит. Отлично, теперь мы переходим к более сложной вещи, это управление слайдами, да, по сути мы тоже берем этот метод, но здесь уже будет не to, а from, то есть мы говорим, откуда, к чему мы хотим прийти. Используем переменную current slide, внутри этого мы найдем, собственно, текущий, да, slide, VG, link, то есть текущий элемент с, 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 бриграундом. Сделаем его чуть быстрее, потому что на видео он, действительно, чуть быстрее, и вот здесь есть определенное значение, которое мы можем задать, это x%, когда мы задаем просто x, оно задается в пикселях, а нам нужны проценты, потому что мы не знаем размера четкого, поэтому x% в процентах мы задаем 100. Вот, вроде бы все окей. Так, я ошибся, нам нужен еще current slide обычно, то есть просто без, ну, просто родительного, да, как я уже говорил, мы сам родитель сдвигаем в сторону, его ребенка сдвигаем в другую сторону, и получается такое эффектное вложение. Вот это мы сейчас и сделаем, поэтому current slide 0.4, да, 0.4 все правильно, здесь поставим мы 100, да, а вот здесь поставим минус 100, ну, собственно, в обратную сторону, как я и писал, и говорил. Отлично, все хорошо, 0.4, и здесь, чтобы это сработало как-то, что ли, более-менее плавно, хотя нет, 0.4 нам подойдет, наверное, ну, то есть чтобы оно сработало одновременно. Да, вполне себе. Ну, что ж, смотрим, что происходит. Так, где-то ошибочка, мы неправильно указали что-то, а где? Slide animation 28 строка, вот здесь неправильно, да, то есть current slide не видит slide BG-link, мы ошиблись в коде, так, current slide, это у нас, собственно, вот этот элемент, он находит внутри slide BG-link, ну, вроде все правильно, что не так у тебя? Slide BG-link, да, вроде все окей, current slide, может быть, current slide неправильно написано? Давайте посмотрим, slide BG-link, да, вроде все так же, а, нет, да, у меня был один дефис, нужно два, все, да, ну, бывает, хорошо, пробуем еще раз, опа, смотрите, видите, да, мы использовали from, именно поэтому изначальный элемент скрылся, а потом появился, то есть мы пошли с обратной стороны, мы могли бы написать в коде здесь, по умолчанию, да, там, transform translate минус 100%, но зачем, если from делает это за нас? Отлично, да и по факту нам осталось что? Нам осталось только шейпы, да, мы можем скопировать вот эти два элемента, и сделать здесь current shape, а здесь найти current shape, и внутри него shapes content. Shapes content, но, если мы поставим здесь 0.4, 0.4, это будет не совсем то, потому что нам нужно, чтобы это было, ну, быстрее, да, происходила смена одинаковых элементов, мы немножко замедлим здесь, и вот здесь поставим 0.4, 0.2, чтобы просто между вот этой анимацией и вот этой было меньше времени. Хорошо, здесь минус 100, здесь можем поставить 0.2 тоже, и вот здесь возникнет проблемка сейчас, потому что мы указываем здесь вот 0.6, и здесь нужно поставить delay, то есть задержку, delay минус 0.6, чтобы это сработало так, как нам нужно. давайте смотреть. Так, у нас ошибочка, подождите, что не так опять? А, запятание поставлено, да. Смотрим. Раз, два, три. Да, единственное, что у нас поменяет, почему-то менялся фон у элемента. Да, давайте еще раз, смотрим. Раз, два, три, четыре, и почему-то меняется в конце фон. Где-то мы здесь, да, у нас, видимо, второй элемент стал по умолчанию. Z-index, Z-index неправильно написан, да, видимо, поэтому, а, пиксели написаны в Z-index, ну, это бывает, ничего, давайте вернемся в shape, и найдем, вот он, собственно, пиксели наши, да, 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 из-за этого не сработало. Так, еще раз, раз, это все пропадает, раз, два, три, четыре, пять, отлично, все четко, ну, и плюс-минус, это похоже на видос, понятно, что мы идеально не сделаем, но плюс-минус, раз, два, три, четыре, и появляется последний. Да, да, все четко, все четко, все похоже на, действительно, на правую. Ну, что ж, мы написали простую анимацию, да, то есть, по факту, мы просто перечислили элементы, сказали, что вот здесь опасти задай, вот здесь тоже опасти, такую-то задержечку, да, с такой-то скоростью, и все, вот оно, все работает, все. Мы сделали стартовую анимацию, очень просто и легко. Без гринцока мы бы здесь, конечно, запарились надолго. И давайте в крипте.js мы что, мы обработали косфор, мы сделали стартовую анимацию, анимацию фона сделали, глобальные настройки тоже сделали, и результирующий файл у нас тоже уже готов. Остается анимация только этих элементов, и по факту она будет почти такая же, как анимация старта, просто, ну, чуть-чуть измененная. Давайте поработаем с этим. Начнем, собственно, с image slides. Ну, то есть, по факту она будет такой же, почти. Чуть-чуть будет какие-то изменения, ну, и, конечно, сама функция должна быть правильно прописана, чтобы работала. Итак, const images slides, это у нас будет функция, которая также принимает direction, да, и в которой будет у нас определенный код. Сначала найдем текущий элемент, let current slide, это, собственно говоря, то же самое, да, тот же элемент, можем отсюда прям скопировать, вот он. let или const, неважно, ну, напишу let. Далее нужно будет переменять, let next slide, то есть, мы должны будем искать следующий слайд, чтобы к нему обратиться. И смотрим, если direction у нас равен down, да, мы здесь делаем терминальником, да, то мы что делаем? Мы next slide, в next slide, точнее, мы записываем, что мы записываем current slide, next element, next element, то есть, следующий элемент. Ну, смотрите, да, то есть, если мы будем скроллить вниз, мы записываем следующий за current slide, но если мы будем скроллить вверх, то в next slide мы запишиваем наоборот, current slide, previous, element, sibling. Ну, по факту, у нас примерно названо правильно, да, что вверх, что вниз мы скроллим, все равно это будет следующий элемент, неважно, какой он там, просто мы записываем у него разные значения, вот и все. И проверяем, что если у нас next slide вообще существует, если что-то есть, потому что у нас могут быть ситуации, когда их нет, но на всякий случай проверяем. То, что мы делаем. Первое, что нам нужно сделать, это удалить индекс, да, как вы помните, я задал класс индекс, специально, чтобы вот этот элемент был виден. Кстати говоря, про opacity, да, видите, opacity 1 задался всем, от start animation. Вот. Так, здесь индекс я, видимо, забыл написать, да. Давайте напишем его. Так. Вот здесь получается нужен нам индекс. Да. Что мы делаем? Мы идем по image slides, у нас уже есть, собственно, такая переменная. Мы бежим по всем и говорим, что мы хотим у всех удалить класс индекс. Мало ли у чего он там будет, поэтому лучше у всех. После стримов индекс. Хорошо, удалили класс. И далее нам нужно написать просто самую обычную анимацию, да. Во-первых, мы напишем просто timeline, да, timeline. GreenSock. Timeline. Так, timeline. И внутри мы напишем некие настроечки. Но опять же, defaults, да, потому что у всех, опять же, один и тот же ising, мы просто указываем is ising. И все. Это default. И onComplete. Мы будем делать тоже определенные вещи. OnComplete. Мы здесь напишем функцию прямо внутри, потому что она простая. Вот. Что мы будем делать? Когда у нас onComplete, мы будем давать, вернее, будем удалять у текущего элемента индекс. CurrentSlide. ClassList. Remove. Index. Вы сейчас поймете, как это все работает. Да, после того, как мы удалили, нам нужно currentSlide'у задать индекс. Обязательно. AddIndex. Вот. Теперь пропишем, собственно говоря, наш timeline, и вы убедитесь, как это все работает. Итак, timeline. From. From. Обращаемся к nextslide'у, то есть, мы должны, что сделать? Следующему слайду задать, сдвиг в одну сторону, а следующему слайду и его, собственно, ребенку внутри, задать слайд в обратную. Ну, по факту, то же самое, что мы сделали только что в стартовой анимации. 0,5. Вот так делаем, и здесь указываем, что x%, ну, то же самое, да, 100. Вот. Точку эту убираем, и здесь указываем снова from, теперь уже ищем в nextslide, querySelector, slide, BG, link. То есть, внутри ищем link. Снова 0,5. Здесь уже указываем определенные вещи, x%, опять же, да, указываем минус 100, и указываем delay, чтобы это все правильно сработало, такой же, как у нас время анимации, 0,5. Так, хорошо. И в конце самому нам нужно будет указать, что мы хотим у current слайда удалить. Удалить класс активности, то есть, slide BG inner current. Да, мы хотим его удалить, и мы хотим этот класс задать на следующий слайд, чтобы следующий слайд стал активным. Мы это делаем, то есть, nextslide, мы даем здесь add. Удаляем, ну и давайте поглядим, работает ли это вообще, как мы хотим. Итак, скроллю вниз. Так, не отрабатывает, что не так? А, конечно, мы же не вызвали функцию. Как она будет работать, если мы ее не вызвали? Image slides. Мы заходим в скрипт, и вот здесь в коде будем вызывать image slides с значением down, да, а здесь будем вызывать image slides с значением up. Да, конечно, как она будет работать, если мы ее не вызвали? Логично. Так. Отлично. Скрулим вниз. Опа, смотрите, пошел. Пошел следующий, затем следующий, затем следующий. И потом в обратку все тоже работает. Идет наоборот. Вот. Давайте посмотрим в код, чтобы убедиться, вообще как это работает, да, посмотреть примерно, что происходит. Вот у нас есть индекс. Смотрите, по умолчанию у первого элемента zindex 11, то есть он самый, самый высокий по, собственно говоря, по слоям. Ну, это логично, он должен быть выше всех. У следующего слайда zindex 10, то есть он меньше, чем этот, но больше, чем все остальные. То есть он точно будет стоять в следующем. Когда мы скроллим, класс индекс удаляется, текущий класс задается вот сюда, то есть он становится основным. Этому классу задается индекс, то есть они меняются местами по факту. То есть следующий слайд становится самым высоким, а предыдущий за ним слайд становится следующий за ним. А эти слайды снова остаются невидимыми. Это нужно для того, чтобы когда мы скроллим, мы видели предыдущий слайд, а на него накладывался следующий. Вы поняли, да, идею? Я надеюсь. То есть еще раз. Где у нас? Вот. То есть здесь мы даем класс текущему элементу, current слайду, индекс, чтобы он стал на 1 меньше, чем был. Потом мы задаем вот здесь вот класс current следующему элементу, чтобы он стал на 1 больше. И так выходит, что текущий слайд видимый, он останется, и на него накладывается следующий. При этом все остальные не видны, ну, потому что не должны быть видны. И потом так же происходит со следующим, со следующим, со следующим. То есть получается так, что всегда при анимации виден предыдущий слайд, и следующий за ним ездит. Если мы посмотрим на элементы, более детально, да, на то, где они, как они работают. Ну, здесь, конечно, сложно отловить, но мы попробуем. Мы видим, что элемент просто двигается в сторону. Давай, ему задается transform. Вот здесь это видно наглядно. Вот, один, то есть одна часть сдвигается в сторону, да, другая часть сдвигается в другую сторону, и получается такой эффект. Вот, это можно, конечно, было написать на CSS, но, наверное, интереснее на GreenSock сделать это все то же самое. Мне кажется, гораздо интереснее на GreenSock. Ну что ж, нам, по сути, остается что? Сделать анимацию шейпов. По факту она будет один в один, как эта. Один в один просто классы другие, да, потому что здесь то же самое, то же самое заполнение, но также абсолютно работает. И сделать анимацию вот этого блока. По факту она уже сделана в StartAnimation, да, вот оно. Нам просто нужно будет это перенести, извините за будильник, перенести, собственно говоря, в функцию TextSlides. Ну, а потом все это нужно будет адаптировать, проверить, и, собственно, мы на этом закончим. Давайте продолжать. Ну, и начнем анимацию шейпов. Ну, я думаю, мы можем полностью скопировать данную функцию, вставить ее сюда, и немножко поменять. Ну, давайте назовем ее, во-первых, Shapes, ShapesSlides. Да, здесь будет то же самое, тот же Direction. Здесь мы меняем класс на Shapes ItemCurrent на текущий элемент, да. Снова нужна переменная NextSlide. Снова NextSlide тоже самое все, да. Тоже удаляем индекс, только уже удаляем у, по-моему, там, вот ShapeSlides, да. Так. Далее, ClassList Index, да. Timeline, Timeline, Easing, CurrentSlide, да. Здесь все будет то же самое. Также обращаемся к NextSlide, двигаем его, только вот здесь нам понадобится задержка. Да. Это задержка для чего? Для того, чтобы при скроллинге сначала сработало вот это, потом произошла задержка, и только потом сработало вот это. То есть нужна вот эта базовая задержка. Ну и, соответственно, раз мы вот здесь поставили 0.5, нам нужно вот здесь на 0.5 тоже увеличить задержку, чтобы оно сработало. И внутри нужно здесь вот обозначить не SlimeBitchLink, а ShapesContent. Да. И удаляем мы класс, собственно говоря, Current, да. Давайте его заберем. Так, удаляем его тут. Ну и, собственно, здесь мы его добавляем. Ну, по идее, если все правильно написано, то должно работать. Берем ShapesLight, заходим, так и сохраняем. Заходим сюда, и здесь давайте вызовем эту функцию с параметром Down. Вот. Ну и, соответственно, здесь с параметром Up. Итак, если все хорошо, то, по идее, должно работать. Так. Двигаем. И да, как видим, у нас меняется, видите, сначала меняется это, потом это. С задержкой. Ну, в принципе, так, как оно есть у нас в макете. Ну, в видео точнее. И в обратную сторону все работает точно так же. Отлично. Все здорово. Все здорово, все хорошо. Так, нам остается, что еще? Нам остается, тогда получается, текст менять, текст слайд, собственно говоря. Вот. И нам нужно сейчас еще сделать адаптив данного блока, ну, посмотреть примерно, как это все будет адаптироваться. и так, давайте текст слайд. В принципе, мы можем тоже скопировать, вставить и немножко просто поменять. Здесь будет все-таки другая анимация, но ничего. Итак, current slide у нас будет, давайте посмотрим, какой. Здесь у нас есть блочок active, вот он. Мы можем его забрать, копируем, вставляем вот сюда. Раз. Так, снова next slide нам понадобится, снова этот нам тоже понадобится. и здесь небольшое изменение в условии, да, смотрите, в чем фишка. Мы проверяем, есть ли next slide, и в то же самое время нам нужно смотреть, не является ли next slide вот этим элементом. Видите, он у нас как бы один. Мы можем, конечно, допобертку сделать, но уже ладно, просто в JS добавим условия. Получается, что если следующий элемент не содержит вот этот класс, да, потому что нам не нужен этот класс, он не является слайдом, то тогда, собственно, мы будем между ними, ну, как-то крутить туда-сюда. Вот, поэтому здесь нужно добавить условия, да, что у нас не next slide class list contains main section explore. Иначе будет ошибка, потому что он будет, ну, у нас получается, в next slide попадет вот этот вот main section explore, а у него нет внутри нужных нам элементов и так далее. Короче, сломается код. Итак, здесь нам уже не понадобится индекс никакой, да, это тоже. В таймлайне у нас снова будет default easing, а вот он комплект нам уже не нужен здесь. Вот, поэтому так можем, в принципе, в одну строчку перенести, чтобы было чуть поменьше кода. Вот так, например. Вот так. Хорошо. Ну и анимация, здесь она будет другая. Да, вот здесь смотрим на current slide, нам нужно тоже этот класс, собственно говоря, передать. Вот, передаем их сюда и сюда. Вот, а теперь сама анимация. Давайте напишем ее заново. Здесь напишем to. Итак, что нам надо? Ну, по сути, да, нам нужно обратиться в start animation, да, мы здесь вот мы делаем 0, 0, 1, вернее, меняем, получается, опасти на 1 и y0. Вот, но для начала нам что нужно сделать? Нам нужно, для начала текущий элемент убрать вниз и опасти и сменить на 0, да, то есть мы должны сейчас написать анимацию к current slide, у которого внутри curie selector slides container title, то есть отличие от анимации стартовой в том, что мы должны сначала текущий элемент сдвинуть вниз и опасти 0 сделать, то есть скрыть его и потом только показать следующий. Поэтому мы сначала в этой анимации собственно это и проделаем. Мы находим элемент, давайте напишем 0, 6 примерно, ну здесь такое, 0, 5, 0, 6, как уже сам не захотите. Да, вот нам здесь точка запятая не нужна. Ну и пишем, что мы хотим сделать опасти 0 и y хотим сделать 100. Вот, и то же самое здесь дальше пропишем для следующего элемента, ну по факту можем, наверное, даже скопировать полностью весь to, вот, только здесь будет не title уже, а designerx.info и чтобы оно сработало все в один момент времени, нужно нам добавить минус равно 0,6, чтобы это вместе сработало. Ну и теперь давайте посмотрим, что произойдет. По идее у нас просто пропадет элемент сейчас. Так, не сработало. А, ну да, мы же не вызвали функцию. Да, 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 да. Так, где у нас тут наш скрипт, вот он. Да, надо вызвать с параметром down, с параметром up. Вот так. Так, все работает, загружается, элементы появляются. И теперь я сквожу вниз, пропадает быстро, мгновенно, да, где-то какая-то ошибка может, вроде нет. Давайте посмотрим, что у нас в коде. Так, slide active передался. Возможно, это потому, что у нас передается slide active быстро, да, и поэтому не отрабатывает. Давайте попробуем написать анимацию в обратную сторону, ну, то есть появление, да, и может быть это пофиксится у нас. Ну, скорее всего, дело в том, что у нас просто пропадают элементы, класс передается, и поэтому все происходит неплавно. Ну, и просто пропадает. Поэтому здесь меняем на next slide, да, следующему элементу. И здесь уже наоборот, нам нужно опасть 1 и y0. Вот, а здесь мы поставим небольшую задержку, так, чтобы оно было ну, плюс-минус адекватно. Хорошо, и еще раз, теперь уже, да, только здесь нам нужен title. Вот здесь. А здесь designer.com. Ну, здесь то же самое, опасть 1 и y0. И здесь поставим, давайте 0.5, поставим. Так, просто какая-то тоже минимальная задержка, минимальное отставание. И давайте попробуем. Так, scroll. Ага, пропадает, ну, появляется плавно, пропадает не очень хорошо. что-то у нас, что-то у нас, значит, лишнее, да, 0.6, опасть 0, y100, вроде все окей. current slide, мы ищем текущий элемент, и к нему обращаемся. Ну, по идее, все правильно, по идее, должно работать. так, посмотрим, на первый слайд, slide text, title, вот он, да, у него, ну, то есть, гринцок срабатывает, он действительно отрабатывает, но почему-то происходит это не плавно. accept timeline, easing, easing, ну, то есть, easing должен сработать, по идее, current slide, что я мог еще упустить здесь, интересно. Так, еще раз давайте проверим, что next slide у нас следующий элемент, да, здесь все правильно, проверяем, что здесь действительно не main section explore, находим title, ему даем, current slide design.exon.info, ну да, то же самое, по стилю, да, все правильно, небольшая задержка есть, и здесь, ну, в общем, вот это срабатывает, а вот это почему-то нет. Ну, то есть, оно как бы срабатывает, но почему-то не плавно, хотя должно плавно. Вот, можно все-таки из-за смены, смены классов, да, то есть, не вовремя классы меняются, и, так, вот смотрите, у нас сейчас у текущих элементов все ок, нажимаем, они меняются, плавно, но мы, будто бы, ну, то есть, они скрываются сразу, может быть, где-то здесь опасity, вот, смотрите, может быть, из-за опасity 0 у слайда, хотя, если мы не поставим опасity 0, они все будут видны, или нет, 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 да, у нас, видимо, опасity вот здесь стоит, и это правильно, а вот здесь опасity не нужно, у слайда, давайте попробуем убрать, может быть, действительно, из-за этого все, так, давайте найдем, вот, опасity 0, возможно, я ошибся где-то в коде, давайте, срабатывал правильно, давайте попробуем стартовую анимацию сначала, раз, два, три, да, все отрабатывает, хорошо, все четко, все прям отлично, если мы сейчас, да, вот, все отлично, да, Томас Алонсо, единственное, помните, да, я там делал dark, нам нужно добавить этот класс, непосредственно ваш темы, для данного заголовка, для Томаса Алонсо, давайте найдем, кто, масс, вот он, собственно, да, добавляем ему класс, и он будет темный теперь, смотрим, все появляется, все хорошо, раз, два, да, вот, теперь Томас Алонсо, черный, и да, все, по сути, все отрабатывает, отлично, наша анимация работает, она уже готова, по факту, вот, ну что ж, вот как-то так, давайте напишем адаптив, и уже потом, еще раз пройдемся по всем файликам, еще раз все зафиналим, так сказать, вот, ну давайте пока адаптив, чтобы адаптиву, ну, для начала нам стоит, поскольку у нас одноэкранный сайт, он на 100.vh, да, нам стоит открыть его, допустим, с 1366, и увидим скролл, скролл на таких сайтах, на десктопе, ну, не очень хорошо, нам бы стоит как-то все это адаптировать так, чтобы хотя бы на основных десктопных вариантах, это все работало, ну, было корректно, да, нормально работало, вот, ну, ну, чтобы это действительно корректно работало, давайте напишем, введя запросы, итак, если вы помните, то у нас высота сейчас минимальная, где она у нас прописана, наверное, у main section где-нибудь, давайте найдем, mean height, вот, 750, значит, мы можем, по сути, с 749 уже делать какие-то медиазапросы, вот, пожалуй, я так и сделаю, значит, media, max height, мы поставим здесь хитрый ход такой, сделаем 749.9 пикселей, то есть, чтобы сразу, буквально, как только изменится что-то, сразу, что-то уже были другие гристили, итак, для main section мы сразу зададим, давайте, 650, то есть на 100 пикселей сделаем себе скидку, да, почему именно так, давайте можем посмотреть в консоли сейчас, если откроем, вот так, давайте вот так вынесем отдельно, и попробуем здесь найти, document, document element, всегда забываю, как правильно здесь писать высоту, давайте попробуем inner, нет, или offset height, что-то такое, вот, offset height, 750, да, но у нас, поскольку 750 стоит, не получается, да, и вот, когда мы поставим 650, будет адекватно, можем попробовать, ну, кстати, почти, да, может быть, чуть-чуть еще нужно будет поменять, сейчас посмотрим, давайте сначала изменим все остальное, итак, что нам еще нужно сделать, ну, очевидно, заголовок, да, слишком большой, вот этот, да, slides container tile, давайте вернем обратно, вот так, вот, давайте возьмем его, у нас здесь, font size 112, и так далее, и так далее, ну, давайте немножечко его поменяем, так, ну, например, поставим font size 100, да, для начала, font size 100, у нас здесь line height 130, давайте попробуем line height 100 поставить, например, ну, и отступ у нас здесь стоит 70, да, большой какой-то, ну, давайте поставим, скажем, 40, так, вот, видите, немножко все изменилось, стало немножко полегче, так сказать, тексту стало полегче, вот, хорошо, дальше смотрим, и нам бы, наверное, еще вот этот slide уменьшить, да, то есть, он наезжает, видно, на текст, нам бы стоило уменьшить его размеры, давайте попробуем, это у нас класс slide.bg, и мы здесь поставим, ну, давайте, пусть это будет 450 в высоту, условно, да, в принципе, ничего, и, наверное, может быть, пофиксить ему ширину, вот, у него сейчас ширина 57, по-моему, процентов, да, 57,4, ну, давайте поставим процентов, не знаю, 52, 52 процента, вот, ну, и уже, в принципе, ничего, да, то есть, не супер-пупер, но нормально, и можно, ну-ка, подождите, у нас здесь, у нас здесь что стоит, у нас здесь стоит, минус 5,4, если мы поставим, там, 2 процента, например, а, тогда он уедет за пределы, ну, тогда ладно, можем оставить как есть, можем попробовать уменьшить, это еще здесь ширину, вот, как-то так, ну, в принципе, ничего, почему бы и нет, да, уберем, и увидим, что все равно есть небольшая проблемка, давайте попробуем поставить 640, вот, теперь мы видим, что на 3366 у нас, в принципе, все адекватно, все помещается, нет никакого скролла, вот этого я и хотел добиться, вот, но в основном нам и не нужно особо здесь запариваться, возможно, еще нам стоит где-то поменять размеры, ну, в принципе, в принципе, даже, да нет, даже все и неплохо, наверное, да, да, вполне себе все хорошо, можем посмотреть сейчас какие-нибудь размеры, типа, не знаю, там, 1440, да, на нем все отлично, 1600, но на нем, понятное дело, что будет еще лучше все, что еще, 1280, да, ну, в принципе, тоже ничего выглядит, 1200, ну, на 1200 можно немножко уменьшить, немножко уменьшить, собственно, вот этот заголовок, но в целом тоже неплохо, вот, я предлагаю вернуться в DevTools сейчас, и посмотреть, что будет, если мы укажем, здесь, скажем, 1024, в принципе, ничего, но можно на 1024 или чуть ниже, да, скажем, ну-ка, 992 посмотрим, тоже ничего, а если мы сожмем этот до 768, как это будет выглядеть, ну, так себе, да, уже, давайте, наверное, на 992 начнем что-то менять, итак, media, max, лицо места в пикселе, мы здесь немножко поменяем, что, ну, во-первых, мне кажется, что нам нужно убрать наш, вот этот элемент с курсором, да, явно он здесь не нужен, уже, поэтому mouse дисплей нам, потом, на всякий случай, наверное, стоит вернуть курсор обычный, да, поэтому мы просто копируем данный код, вот, вряд ли он понадобится на touch-устройствах, но, тем не менее, давайте поставим авто, на всякий случай, пусть будет, хорошо, ну, и давайте смотреть, во-первых, на preloader, что с ним здесь, видим, что он уже не помещается, давайте попробуем с ним поработать, ну, что мы можем сделать с preloader, на самом деле, давайте мы его покажем, для начала, preloader, так, здесь у нас opacity visibility отменяем, и внутри нам нужно preloader forward, тоже opacity отменить, вот, он здесь у нас, с размером 480, сейчас, на данную секунду, давайте дадим ему размер побольше, да, то есть preloader, forward, мы дадим ему размер, ну, 500, например, да, text align center, и немножко его уменьшим, у него 72,91, давайте поставим, ну, скажем, 55 и 70, например, да, обновим страницу, и, в принципе, да, он помещается, с ним все окей, отлично, так, заголовочек, наверное, может быть, даже и стоит немножко поуменьшить, хотя, в целом, он неплох, да, у нас здесь заголовочек стоит сколько, 100, по-моему, да, мы поставили, да, 100, 140, ну, в принципе, ладно, можно и так оставить, хорошо, и можно, наверное, вот эту картиночку поджать, немножко, давайте попробуем, задать здесь, скажем, ширину, не знаю, 50%, или это 40%, ну, вот 40, да, чтобы она поджалась, что у нее здесь, ага, давайте так и сделаем, designers.info.image with 40%, и при сжатии, при сжатии, она все уменьшается и уменьшается, может быть, задать ей какой-то минимальный размер, скажем, пикселей 150, то есть, min width 150 пикселей, то есть, чтобы она дальше этого размера просто не сжималась, вот сжимается она немножко, и все, дальше, как бы, не нужно ее двигать, вот, ну, и самое интересное, на 768, я понимаю, так, скорее всего, да, в принципе, оно выглядит сейчас неплохо, да, и вот на 768 мы, по сути, будем сейчас уже включать, наверное, что-то похожее на, на непосредственно мобилку, вот здесь она находится, да, вот, и здесь, собственно, нам нужно просто сделать такой слайд, и на него немножко навести вот этот текст, ну, в принципе, ничего сложного, давайте это сделаем, итак, делаем media, max width 768, и что мы здесь укажем, давайте для main section, для начала мы скажем, что in height 100, веще у нас будет, а height мы поставим after, чтобы мы могли увеличивать и уменьшать высоту блока, как мы хотим, это первое, далее, далее, здесь, поскольку мы, видите, наезжаем, нам бы какой-то padding, наверное, здесь поставить, давайте поставим банальный 100 пикселей, вот, чтобы мы не наезжали, да, видите, все, мы теперь не наезжаем, все хорошо, вот, ну, поскольку нам нужно переместить текст под эту штуку, нам нужно найти наш врапер, в котором, собственно, указано, что они должны быть в строку, да, и мы теперь поменяем это положение, да, напишем, что здесь flex direction column reverse, да, чтобы поменять местами заодно, и jswag content мы поставим initial, потому что он нам здесь не нужен, и увидим, что вот у нас, собственно, местами поменялись элементы, как мы и хотели, отлично, explore мы, пожалуй, просто уберем, main section explore, ну, мне кажется, этот текст не особо тут нужен, мне кажется, стоит его убрать, хорошо, что дальше, slide у нас, position absolute, мне кажется, стоит сделать position relative, да, то есть, смотрим на остальные, а, или нет, даже не так, не все position relative, а именно активный, чтобы не париться с абсолютом, да, просто сделать ему position relative, именно активному, вот, активному тексту мы делаем position, собственно говоря, relative, одно имя строение, то, чтобы у нас сработали, именно скрипты для мобилки, так, что-то не работают, а, видимо, потому, что на 767 они сработают, ну, либо мы должны применять условия, здесь уже как получится, окей, что еще, что еще, что еще, что еще, так, 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 давайте slide BG, скажем, новые стили, slide BG, скажем, что высоту процентов, пожалуйста, нам сделай, высоту, еще под уменьшим, чуть-чуть, и marginLeft у нас минус был, поставим 0, вот, собственно, вот так теперь будет выглядеть данный блок, все хорошо, ну, и помните, что у нас текст нужно наезжать вот сюда, чтобы это сделать, мы сейчас немножечко здесь поработаем, ну, что, во-первых, slidesContainer, slidesContainerLeft, левая часть, которая, да, тоже 100%, и paddingTop, который был изначально у нас от MainSectionExplorer, нам уже не нужен, поэтому paddingTop0, так, ну, и чтобы поднять, собственно говоря, слайд активный, да, вот этот вот, мы давайте поставим ему top минус 100, допустим, а если 90, ну, 90 ближе к краю, давайте 90 ставим, отлично, top минус 90, шейпы мы скроем полностью, да, shapes, display none, ну, они нам здесь уже лишние, мне кажется, вот, шейпы скрыли, картинку, картинки, точнее, давайте поставим, ну, оставим минимальную ширину, но поставим для designersInfoImage withAuto, ну, то есть уже не будем задавать никакую ширину, вот, хорошо, и при этом она дальше уже не сожмется, ну, собственно, и не должна, отлично, ну, и что, вот эту навигацию мы скроем, она поедет должна уйти в бургер, но поскольку у нас бургера нет, это уже не наши проблемы, мы просто headernup скроем, display none, отлично, и, в принципе, да, вроде бы и все, да, смотрим, у нас вот оно, оп, перестраивается, и даже адаптив работает, ну, вот здесь нам еще немножко поработать, а так, в принципе, адаптив работает, обновляем страницу, как видим, да, немножко еще сейчас исправим, но в целом, в целом, вот наши, собственно говоря, свайпы, да, как я хотел сделать свайпами, они работают свайпами, скроу при этом не работает, ну, и не должен, ну, и давайте, да, 576, следующее разрешение, media, max width, 576 пикселей, здесь мы уже поработаем непосредственно с мобилкой, так, смотрите, на мобилке мы можем сделать еще меньше данный блок, скажем, давайте, slide.bg, у нас будет, было 350, поставим heist 250, вот, для slides container title, также поставим, давайте, пиксели на 20, все поменьше, да, то есть 80, и line height 80 пикселей, вот, неплохо, можно поставить еще топ, изменить здесь, да, ну, это ладно, уже такие мелочи, хорошо сделали, и для preloader forward, да, который только что у нас не помещался, мы это видели, у нас что бы там было, там у него была фиксированная ширина, давайте поставим теперь уже процентов, ширину, чтобы она точно помещалась, и font size поставим, ну, скажем, там, не знаю, 35 пикселей, line height 45 пикселей, ну, просто проверим, как это будет отображаться, в принципе, ничего, можно даже увеличить немножко данный шрифт, ну, ладно, здесь не так важно, в принципе, ничего, не помещается у нас немножко ширина, давайте попробуем еще меньше, хотя, нет, не так, мы оставим как есть, а сделаем еще один медиазапрос, да, то есть, примерно до 420 у нас все окей, дальше ломается, значит, мы поставим еще один медиа, max width 320 пикселей, и на нем уже будем менять все, что мы хотим, да, опять же, к title обращаемся, вот, ну, и чтобы сделать все правильно, давайте вернем на 320, вот, и теперь относительно него уже будем смотреть, ну, давайте поставим, не знаю, там 50 пикселей, можно больше, по-моему, да, 60, да, 60 можно вполне себе оставить, но и line height, чтобы не был большим, давайте поставим 70, отлично, также здесь можно, также здесь можно для него задать новый топ, давайте поставим, не знаю, 50, чисто наугад пока делаем, а если 60, а если 40, так, как будто бы и меняется, а я, может быть, я не тому задаю, а, нужно же слайду, да, 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 нужно же это делать слайду нашему, вот он, давайте его заберем, вставим, попробуем 50, опять же, нет, все-таки, наверное, 60, да, вот 60 плюс-минус похож на правду, можно даже 65 поставить, чтобы немножко поднять, во, отлично, и картинка, как видите, немножко здесь переносит текст, возможно, стоит опять ей задать ширину, многострадальная картинка, design.exon.for image, снова зададим 40%, ну, просто, чтобы она, да, чтобы она была вот такой, ну, и, в принципе, наверное, и все, да, да, вполне себе, то есть, если мы зайдем с условного телефона, там, iPhone X, на всякий случай обновимся, то вот, примерно так это будет выглядеть, да, можно еще preloaderback изменить, но мне кажется, что в целом, это не так важно, но мы можем, в принципе, если очень сильно хочется, изменить preloaderback, но мне кажется, что не стоит того, ну, и все, scroll у нас не работает, свайпы вверх-вниз не работают, а вот вбок мы можем, собственно, менять наши слайды, анимация сохраняется, с ней все адекватно, все работает, вот, собственно, вот так это и будет работать, вот, ну, кажется, что мы все сделали, итак, давайте пройдемся еще раз по коду, ну, HTML, CSS не думаю, что стоит смотреть, да, там, в принципе, все понятно, легко и логично, давайте посмотрим JS код, начнем, пожалуй, с библиотек, еще раз, да, какие были использованы в библиотеке, первая библиотека без EJS, это для того, чтобы сделать перевод из CSS, функции, да, Transition Timing Function, ну, или Animation Timing Function, да, привести в, собственно, в обычную, Gsup MinJS, ну, собственно, GreenSock, да, и Swipe Events, это то, что нам позволяет делать свайпы влево-вправо для мобилок, хорошо, далее у нас есть файлик с ClipJS, такой, скажем, результирующий, да, в нем, собственно, вот она функция init, в этой функции init, описан preload, мы, по сути, просто добавляем классы, анимируем элементы, потом запускаем StartAnimation, и все, есть функции, ShowNextSlide, ShowPrevSlide, в которых, собственно, вызванные функции, обо которых мы еще поговорим, да, которые, ну, позволяют анимировать блоки, далее у нас есть обработка Wheel, да, то есть колеса мыши, и мы просто здесь проверяем, когда мы скроем вверх колесом, то делаем одно, когда скроем вниз, делаем другое, и в этом нам помогает наш input, скрытый, который позволяет менять значение с нуля на один, и тем самым таким, ну, как бы переключателем являться, да, свечом, грубо говоря, который меняется раз в полторы секунды, отлично, давайте посмотрим более детально на вот эти функции, да, бежит Slides, например, здесь у нас задаются просто все бэкграунды, для шейпов и для картинок, да, то есть для, если мы открываем вот так, для вот этого блока, да, мы должны обновить страницу, чтобы увидеть курсор, то есть, да, для вот этого блока, и для вот этого блока, вот, и потом идет просто изменение классов, да, если мы посмотрим в код сейчас, то вот у нас, так, где у нас этот элемент, вот, слайд 1, мы скроллим вниз, меняется на слайд 2, потом на слайд 3 и так далее, вот так работает данный блок, image slides, здесь мы проверяем, ну, находим текущий элемент, потом находим следующий, смотрим, если мы передали в параметр down, то будет такой элемент, если up, то будет другой, вот, ну, и, собственно говоря, что здесь еще, с помощью индексов мы меняем положение, причем меняем так, что, когда мы скроллим вниз, предыдущий элемент становится, вернее, следующий элемент становится предыдущим, а предыдущий следующим, то есть наоборот, и тем самым получается так, что вот этот элемент всегда виден, а когда мы скроллим, он, ну, поверх него заполняется другой элемент, вот, ну, ну, и зап анимация, просто здесь задается одному 100%, а другому минус 100% по оси X, transform, ну, shape слайды и text слайды, по сути, то же самое, смотреть нет смысла, да, в settings у нас просто перечислены все элементы нужные, базовые настройки, общая функция start complete, элита, который задает opacity, да, как мы помним, у нас при старте страницы сейчас, у всех элементов opacity 0, кроме первого, вот здесь вот, поэтому, когда мы заполняем, видите, у нас не видно ничего, пустота, после того, как анимация прошла, всем задается opacity 1, вот они, собственно, opacity 1, и поэтому, когда мы сейчас будем строить, у нас видны элементы под теми, которые появляются, так, ну, что у нас получается, start animation, здесь просто прописан green сок для разных элементов, да, с разными задержками, с разными там переключениями и так далее, ну, и mouse.js, здесь мы просто определяем, то, в каких пределах будет двигаться наш элемент с классом mouse, и просто по наведению на какие-то элементы, а в данном случае, вот сюда, и на любые ссылки страницы, мы меняем данный курсор, вот примерно так, в принципе, код не сложный, ничего такого сверхъестественного здесь нет, вот, ну, и надеюсь, что вам было это полезно, самое главное, чтобы это было полезно, у меня на этом, кажется, все, пишите свое мнение про это все, пишите, может быть, какой-то вам нужен еще определенный марафон, или что-то еще, да, рассказать про green сок, видео и так будет выходить по нему, но, тем не менее, может быть, что-то определенное, подписывайтесь, ставьте лайки, и до скорой встречи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok